Правильный UX – поле для поиска. О чём говорить на интервью с работодателем? Как прожить на 160 тысяч долларов в Сан-Франсискоу? Погнали! Всем привет! Всем привет, с вами подкаст «Суровый веб» от проекта UwebDesign. Сегодня выпуск номер 117, и сегодня же 14 марта 2017 года. Всё потеплело, и наш подкаст потеплел. Конечно, тем более, что время уже без 15.11, по Челябинску, вечера. Мы можем сразу перейти к нашей главной теме, к нашей дизайновой теме. Да, мы теперь вас не томим ожиданием и сразу в Бабича прям окунаемся. А старые слушатели знают, не старые, в смысле старые, а бывалые слушатели знают, кто такой Бабич. Опытные. Опытные, да. А для новичков совсем мы скажем просто, что это именитый дизайнер. Да, он действительно именитый, он уже на Smashing Magazine сильно публикуется. И он свои статьи не только у себя на Babich.biz публикует, он их ещё на под-медиум UX Planet публикует. И там его прям сильно тысячи уже слушают, на Hacker News обсуждают его статьи вообще. Он в конце здесь об этом скажет, что он уже типа популярный чувак. Ну и это какое-то ещё новое решение от него, дизайнерс. Навулечка, я бы даже сказал, от него. Называется оно дизайнем идеальной search box. Или как мы его обозвали UX поле для гольфа, для поиска. Да и для гольфа. Да и для гольфа, действительно. Короче говоря, search box, поле для поиска, это комбинация инпута, то есть самого текстового поля, куда мы вводим информацию, и кнопки submit, то есть отправить. То есть запросить поиск тот самый. Да, ну отправить будет правильнее. Это твоя первая версия. И кто-то может подумать, а какой тогда нахрен нужен вообще дизайн для поиска, если всего лишь это всего два простых элемента. Один это инпут, и все знают, как выглядит инпут. А второй это кнопка, и все знают, как она выглядит. Но вот говорят, не к нам, если сайты полностью ориентируются на контакт, чем больше контента на сайтах, тем больше они опираются на поле для поиска. Потому что пользователь, заходя, он понимает, что, блин, меня здесь ждет гигантская куча информации, я лучше сразу воспользуюсь поиском, чтобы найти то, что мне нужно. Не буду скроллировать через бесконечные страницы 2, 3, 4, 5. Даже через рубрикатор, скорее всего, не будет идти, а воспользоваться сразу поиском по ключевым словам. Через лубрикант только будет идти. Да. Ну слушай, ты вот сейчас прямо писал меня стандартного, стандартного Никиту Тарасова. Я тоже, когда захожу на страшные сайты, например, у нас в Челябинске есть такая сеть профи. Хотя, по-моему, она везде есть, в России. Первый раз слышу. Профи. Ну там, где покупается запчасти. А, в смысле siriust.ru. Я понял. Она по всей России, это федеральное дерьмо. Я захочу купить аккумулятор для домашнего телефона. А кто-то еще пользуется домашними телефонами, господа? Я вот туда захожу и, честно говоря, не понимаю, что нужно вводить, чтобы мне показали элементы поиска. В смысле, именно аккумуляторы домашних телефонов. Ну да, мы не будем сейчас писать. Они там вообще есть? Забегая вперед, ты его там смог найти или нет? Хрен его знает. Пока не нашел. Просто, возможно, их там и нет. Вот как, да. И вот у меня сразу вопрос к полю для поиска. Что там? Где там? Подсказок нету? Ни хрена нету? Я так понимаю, Ник нам предложит какие-то варианты? Да, он нам предложит какие-то варианты. И будет говорить о том, что вообще юзабилити, поле для поиска, оно дохрена важно. Самые лучшие практики, которые он нам предлагает в нескольких пунктах. Ник, он как человек UX, понимает, что люди больше любят списки, чем просто стену текста. Он это разбивает на заголовки, подзаголовки. Все прям вот выдает информацию порциями. Все, как мы любим. Первый, самый важный best practice для поля для поиска – использовать иконку лупы. Окей. Казалось бы, достаточно очевидный, так сказать, элемент, а вот у нас на YouTube Design.ru его нет. А где? Мы, в принципе, мы вообще проседаем с тобой по всем фронтам. По Бабичу. По Бабичу проседаем. Да, по шкале Бабича у нас сколько здесь всего best practices? Девять. Вот у нас чуть ли не ноль из девяти, к сожалению. Погоди-ка, погоди-ка. А где я должен эту лупу, так скажем, свою размещать? Есть разные варианты. Вписать ее в свое поле. Так. Вынести в кнопку и так далее. То есть на данный момент мы пока усваиваем то, что нужно использовать иконку лупы. Настолько она за все время использования компьютеров приелась людям как символ поиска, что уже не выбить это никак, ниоткуда. То есть это даже в Windows XP, когда поиск-то использовал, там лупа была. Но на сайте, например, таком как google.com или google.ru, не имеется лупы. Ну ты же понимаешь, что там уже это больше, чем просто поиск. И я тебе так скажу, а вот я парирую тебя. Как будто бы я Пол Айриш какой-нибудь из Гугла. Или хотя бы Ник Бабич. Хотя бы, да. На Google Custom Search, который можно встроить на сайт, и там кнопка Submit именно с иконочкой лупы используется. Ладно, уел. Кстати, здесь будут даже скриншоты такого гугл-поиска. И здесь от Ника Бабича даже подсказочка. Используйте схематичную иконку, чтобы не нагружать фронт-энд. А я думал, надо сфоткать свою лупу прям. Ну, даже можно, вот если вам для лупы только одной нужно целый веб-шрифт подключать, не стоит. Ну, кстати, это говно. Лучше как-нибудь с видишкой какой-нибудь обойтись, да и все. Да картиночкой. Ну, это колхоз-картиночка, если ты прорастровываешь сейчас. Рааастровываю. А вот векторную, да. Второе. Используйте поле для поиска вот прозрачно. А именно, не прячьте его за какой-нибудь кнопкой. То есть, чтобы поле для поиска выглядело, мать ваше, как поле. В данном случае у нас есть антипример. Слушатели, просто представьте кнопку, вот эту вот лупу, на которую надо нажать, чтобы появился инпут из нее. Достаточно известный экспириенс, по-моему, у Хриса Койера такой был. На каком-то из многочисленных тысяч миллионов дизайнов. И да, это плохой экспириенс. Лучше, чтобы поле было сразу развернуто. Иначе какой-то процент людей, он не поймет, что поиск был на самом деле там. Меня тоже это конфузит, на самом деле, часто. Я потом вспомнил, блин, скорее всего, за иконкой прячется. И да, ну-ка, вот мы сейчас на бабич.биз. Я очень сильно сжал сайт. Как задницу. Да, и пытаюсь найти поиск, его нет. Он отсутствует как факт. Я перехожу на главную, на никбабич.биз. Поиска нет. Его нет ни на десктопной версии, ни на мобильной. Че делаешь-то, я не понимаю. Ну, я да, я согласен, что я использую запрещенный прием. Но давай антипример. Точнее, наоборот. Как пример хорошего, я все-таки найду CSS Tricks. На данный момент у него, опять же, в одном из многочисленных редизайнов, есть поиск, он сразу справа вверху. Заполните это поле, это required field. И если я его сожму до телефончика, к сожалению, само поле пропадает, остается только лупа. Когда на нее жмешь, выпадает вторая лупа и поле для поиска. То есть тоже есть куда расти Крису Койеру, по сравнению с тем, что вообще-то это как бы должно быть, ну, сразу открыто по бабичу. Логично. Ну, в общем, мы поняли для чего. Во-первых, это лишнее действие по открытию, просто лишний клик, незачем. Ну, как бы, чтобы типа какое-то дизайнерское решение сделать, но незачем. А второе, это просто некоторые даже не поймут, не найдут просто поиски и отвалятся. Нет, давай так. А если мы с тобой разберем два типа сайтов? Есть один тип сайтов, там, где действительно магазины большие какие-то. Так. И там вот это вот поле для поиска, оно должно быть прям лежать очень на поверхности, чтобы люди, которые вожелали товар, как женщину, они зашли и сразу начали вводить, как женщине, опять же. Вот, так же в поле. Допустим, если у меня какой-то блок хипстерский очень сильно, ну, зачем мне, чтобы постоянно оно висело? Ну, могу я под кнопочку убрать куда-нибудь? Согласен. Есть здесь определенный, так сказать, конфуз по поводу того, и он в конце это в выводе своим любимым скажет, что, ну, вообще, конечно, ориентируйтесь вообще, что у вас за сайт и так далее. Чем больше у вас контента, тем более у вас, знаешь, вот был парадигминг контент first, а вот здесь search first сайт. Нихрена. Это я сейчас придумал, мое ноу-хау, возможно, кто-то еще это придумывает в данный момент и патентует. И бабки уже зарабатывает. Да, да, но я буду надеяться, что он им патентует после этого. Так вот, и вот чем больше у тебя контента на сайте, тем больше у тебя веса у search poll. Видимо, Бабич свой сайт очень низко контентно оценивает, потому что search poll у него нет вообще. Ну, давай пойдем дальше, не будем зацикливаться на этих двух пунктах. Да, и растекаться, опять же. Мысью. Да. Третье поле — это кнопочку для search box. Все-таки она явная должна быть. У нас вот на ее веб-дизайне ее нет, в силу дизайна, опять же. Но вот нужна она. Мы хулиганы. Во-первых, люди понимают, что есть какой-то дополнительный шаг. Даже если они захотят нажать Enter, они его и так нажмут. Но если не захотят нажать Enter, то они будут думать, а что я ввел в поиске, и ничего не произошло. Ну да. То есть кнопка нужна. Ну и здесь сразу подсказочка, что кнопка должна попадать, ну, короче, быть большого размера, чтобы ты мог и пальцем тапнуть, и мышкой кликнуть, клакнуть, тапнуть, клакнуть. Яу-яу. Вот. И Enter, конечно, да, должен работать как отправление. Но это и так понятно. Если просто там будет форм submit, то оно и будет работать. Четвертое. Put the search box on every page. Говорит само за себя. На каждой странице, если у вас на сайте есть функционал поиска, а он должен быть, поместите поиск на каждую страницу. Не надо вот. А вот на about у нас не будет. Похрену. Хоть в about человек вдруг решил, а поищу-ка я на сайте еще там трусы. На самом деле, я думаю, что это странно звучит, да? Но по идее, ты даже не должен задумываться, есть ли у тебя на каждой странице поиск, если ты умный чувак, и ты разместил его в том контейнере, в котором надо. Почему у тебя вдруг этого контейнера не стало на about, например? Да, да, почему? Вот в правом верхнем углу ты его разместил, а что на about? Что там, header убрал нахрен? Вот да. То есть оно должно по консистенции просто соблюдаться, что вот там у меня поиск. Ага, еще я сюда ем. Пятое. Make search box simple. Не надо сразу обескураживать людей advanced search'ем, как на супермагазинах и рубрикаторах. В данном случае мы видим на Amazon. Так. Так называемый Boolean search. Это что называется? Вот это и это и это. То есть вот добавление условий дополнительных в поиски, это прям конфьюзит людей, такое надо прятать. Это какой-то advanced прям сильно поиск. Но он называется advanced search. А будет кто-то вообще? Кто-то таким пользуется? Я пользовался на вот именно всяких магазинах, где там типа DNS и Technopoint. Я выбираю фильтры. А что ты это и это вот? И i3, и с поддержкой гипертрейдинга, допустим, и с K-индексом, чтобы можно было разгонять. Сейчас это более грамотно устроено, например, таких как DNS shop, например. Ну да, там галочку просто ставят. Ну, неважно. Когда-то вот это было в виде advanced search. Окей. Шестое. Поставьте поле для поиска в то место, где юзер его ожидает. Здесь, в принципе, были уже проведены исследования практически английскими учеными, только здесь A. Don Shahich и Casey Lentz. Но один какой-то турецкий, возможно, второй немецкий. Так. Не знаю, насколько кто они. Напишите в комментариях, если вы знаете этих двух пацанов. Возможно, это дамы. Я как бы в именах не шарю. В общем, они нам показывают, в каком месте примерно у вас ожидают юзеры увидеть поле для поиска. Смотри-ка ты, правый верхний угол. Крис Койер-то был прав. Прав. Право. Смотри, почему-то некоторые люди хотят в левом, почти нижнем углу. Ну, 5-8 людей ты имеешь в виду. Процент. Которые синенькие, да? Ну да. Просто здесь есть в легенде 25-2032 и больше 33. Но таких квадратиков здесь нет. Нахрена они в легенду внесли еще два цвета, которых тут нет. Видимо, не хотят так сильно поиск на самом-то деле. Вот да. Причем оно, на самом деле, отвечает правилу буквы F, как ты видишь. Ну, кстати, да. Причем только кончик буквы F, верхний, он как бы является острием, так сказать, а не ее основание левое, верхнее, как вы могли подумать. Ну, да, ожидать поиск на месте логотипа, это, конечно, сильно. Это прям трешачок. Поэтому в правом верхнем углу, скорее всего, у вас вы прям это, победу. Ты просто понимаешь, что дальше есть пример Ютьюба. И они не совсем в правом верхнем углу. Ну, у них, да, upper center. Но у них вот этот поиск, это, конечно, штука главная очень. У них это прям вот сайтообразующая фича, как градообразующие предприятия. Вот сайтообразующая фича. Потому что было бы смешно, если бы он был где-то внизу, и вот эти котики и сиськи надо было внизу вводить. Ну да. Сквозь тренды Ютьюба, сквозь дневника Хача надо было бы пробираться и enjoy кино. Ну да, это сложно, согласен. Но вообще здесь есть типы небольшие, то есть подсказки. О том, что вот поле для поиска, оно на самом деле должно полностью вписываться в дизайн, но чуть-чуть быть выдающимся из него, чтобы ты понимал, что у него какой-то вес дополнительный есть, чем просто у каких-то полей. Выдающийся достоинство. Вот если ты, да, вот если ты сможешь балансировать вот на этой грани, когда у тебя полная консистенция с остальным дизайном, но чуть-чуть outstanding, то тогда вот прям попадешь в ту самую search field, которую сделает из твоего сайта прям настоящий Ютьюб. Представили запостить, наверное, туда котиков и сисек, конечно. Ну да, ну и здесь опять же та самая подсказка, что чем больше у вас контента, тем больше надо делать поле для поиска. То есть нам здесь приводится Ютьюб, но если мы вспомним Амазон, то там у них тоже поле для поиска пол сайта нахрен занимает, если не больше. То есть вот тут прям реально, ну вот слушатели просто представьте, ну и зрители тоже. Вот да, все эти сайты, Амазон, Ютьюб, там, Ебэй, Алиэкспресс, Яндекс, Гугл, они все вокруг контента. В них во всех максимальное количество контента. Авито, Азон. И на них на всех... Поле для поиска, оно самое просто большое и охренеть важное. Окей. Седьмое. Это достаточный размер поля, но это как бы не продолжение предыдущего, как продолжение руки. Это о том, что даже когда у вас не так важно поле для поиска, вы не делаете его микроскопическим, чтобы туда одно слово только влезло. Здесь вот написано, что классическое правило, это 27 символов, чтобы хотя бы входило. Почему именно 27, а не 28? Не знаю. Может быть, 3 раза по 9. А 9 это какое-нибудь... Самые популярные слова в английском языке, они все 9 символы. И надо, чтобы хотя бы 3 таких входили. Не знаю. Может быть... А сколько в американском букв? 26. Почти! Ну, слушай, да, смотри-ка, может быть, 26 плюс там пробел. О! О! То есть, чтобы весь алфавит хотя бы вошел с пробелом. Ну, тупняк, не знаю. Но может быть, на самом деле. И здесь вот подсказочка, что можно сделать увеличивающийся поиск, чтобы он как бы выглядел как input, и пользователь видел, о, input. То есть, не было конфуза, что просто из кнопочки поиск появляется input, а из маленького input появляется большой. То есть, вот такой компромисс нам ник предлагает, и на мой взгляд, он, в принципе, вполне себе приемлемый. За кроники-то окно, пожалуйста, тебе удобнее. А я продолжу дальше, что восьмой пункт best practice – это использовать механизм автоподсказок. Так. И здесь написано, что Google, на самом деле, с 2008 года еще это ввел. И это прям вот big deal, на самом деле. То есть, этот механизм, он сильно помогает людям. Он опережает, так сказать, их мнение, их, так сказать, запрос. Вот, да, вот это будет вернее, их запрос. И делает ваш сайт более отзывчивым, интерактивным, вот в динамическом смысле. Не в смысле отзывчивым, как дизайн, а отзывчивым в смысле вот обмена данными с пользователем. Здесь большое количество подсказок. То есть, ну, для начала нужно понять, убедиться, что все эти автодополнения, они реально какой-то добавляют эффект. То есть, они не просто нужны для того, чтобы были. А, ну, они реально релевантно вам показывают что-то. То есть, ну, это должен быть умный поиск, не только по прям полнейшему соответствию, но еще и, так сказать, он понимает, что это за слово, там, какие-нибудь однокоренные, показывает. Хрен его знает, как это делать. Но даже для WordPress существуют просто готовые решения, даже типа того же Google Custom Search. По-моему, он такое предлагает, хотя не уверен сейчас. Но я просто видел какие-то. Большинство, конечно, из них платные, но тем не менее. Если возникла острая необходимость, у вас реально много контента на сайте, почему бы и не купить какое-то платное решение? Ну, слушай, подожди, а сразу к нашему опыту. Помнишь, на WooCommerce делали поиск? Да. И он что-то работал и показывал, подсказывал. Ну, это дополнительный плагин для WooCommerce. Я не помню. Возможно, платный спиратчный, и, возможно, все-таки бесплатный. Слушай. А, я вспомню. Он бесплатный, но в нем только в платном можно настраивать шаблоны выдачи поиска. А это не там, где мы через банк приват заносили пацанам супер с каком-то... Помнишь, там какой-то был плагин? Очень wild плагин. Да, да, wild плагин. По-моему, перевод валюты в рубли или что-то там. Не-не-не, это шлюзы. Чтобы можно было там чуть ли не через PayPal принимать. А, через Яндекс.Деньги. Вот что-то подобное. Ну, но сами они принимали не через Яндекс.Деньги, да, через приватбанк. Это смешно. Так. Ну, так вот. Все эти автоподставления, они должны быть быстрыми. То есть, если они у вас грузятся, и там ты начал писать там презер, и у тебя там прилодер крутится еще 15 минут. Нахрен надо. Ты уже скорее допишешь. Ты уже без презера останешься. Да, да. Следующее. Не показывайте больше 10 вот этих вот подсказочек. Ну, иначе, да, сложно становится. Слишком, да, тяжело уже выбрать. И эти подсказки, они уже не помогают, а наоборот. Уже не дают жить. И нахрен надо, опять же. Здесь важный пункт. Следующий пункт, вот мой любимый из этого вообще, из этой всей статьи. Убедитесь, что все эти саджещены, их можно клавиатурой по ним ходить. То есть, вот ты начал писать презер, и стрелочками мог выбрать, какой именно презер тебя интересует. Угу. Тонкий, толстый или со вкусом манго. Ну, да. Точно так же подсвечивайте различия между тем, что вводит пользователь, и тем, что дополняет автодополнение. Ну, обрати внимание, я вот написал Apple Watch 2 в Гугле, и он предлагает Best Buy Versus One Series 2 Price, и оно это жирным выделяет, для того, чтобы показать нам, как бы, вот я добавлю вот это слово, и вот этот вот запрос мы тебе выведем и покажем. Хороший типс, но для реализации конкретно вот это автодополнение, это, ну, нетривиальная задача. Особенно, чтобы это еще быстро было. Нужно прям попотеть. У меня знаешь, что еще хочется добавить к этому пункту? Это предпоследний пункт у нас в списке. Хочется добавить, что такие вещи, они еще, наверное, повышают как-то на твоем сайте просто заинтересованность, что ли, пользователей. Я не знаю, есть наверняка такой термин на английском. Удержание аудитории. Да, возможно, какое-то удержание даже, потому что люди видят варианты, да, люди видят варианты, кроме своего варианта, который им, конечно же, очень умный механизм подскажет, они еще увидят, что тут вот рядом есть то и то и то, и они все это откроют и будут сидеть у вас. Да. Прямо как на героине. Я согласен, это прям стоит того, чтобы попробовать. Как собственный героин, это не пропаганда, конечно, ну да, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, это закроет нас. Девятый, последний. Нужно очень четко дать понять, что именно ищем. Так. То есть на IMDb есть placeholder, find movies, tv shows, celebrities and more. То есть, чтобы люди понимали, что в поиске, о чем сайт, сразу дополнительная информация, кстати, где я, я ищу фильмы, сериалы и знаменитости. Ну, они могли сделать примеры, например, написать Brad Pitt, запятая Gladiator. Например, этот, Хью Джекман. Например, Хью Джекман, да. Ну, но тут как бы вот мне тоже этот placeholder нравится, причем, обрати внимание, допустим, зашел пользователь с пятого ИЕ какого-нибудь там шестого, с их спишечки нулевый, который еще сервис пак третий не накатан. И он, у него нету placeholder, под полем для поиска все равно есть категории вот эти movies, tv show times, celebs, events, photos. Вообще, сайт, да, сайт IMDb, он именно для таких пользователей в таком стиле и в таком дизайне создан, чтобы заходить с ИЕ. Да, 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 чтобы с ИЕ шестого и ничего не отвалилось. Но тем не менее, то есть даже если placeholder, ну, допустим, серое на сером не видит кто-то, хотя какие они трендовые дизайнеры, если они не видят серое на сером, то вокруг его это поле для поиска все равно окружают, так сказать, подсказки. Ну и да, здесь написано, не надо вот писать все, то есть там носительинки, найдите комплектующие для ПК, кофемолки, скороварки, мультиварки, все вот такое. Да, вы как бы ограничитесь все-таки двумя словами, там бытовая техника, электроника, вот такое. Флешки. Вот знаешь, самое частое флешки искать. Согласен, да, наверняка часто. Хотя нам чуваки из Ситилинка, которые занимаются big data, data analysis, простите, они бы сказали, что самое частое это какие-нибудь там аккумуляторы для автомобиля. Ну, я тоже в это поверю. На самом деле, флешки, они и называются флешки, потому что ты не сможешь флеш-накопитель ввести. Или USB stick по-английски. Никто флеш-накопитель не вводит, вводят все флешки. Да. Ну и прогнулись магазины уже, они как бы, да, снизошли до того, чтобы писать флешки. Карты памяти, USB, опять же, вот. Конклюжн, классический конклюжн от Бабича. Поиск – это фундаментальная деятельность, которую пользователь осуществляет на сайте. Это прям критический элемент для всех дизайнов, особенно для контент-хэви. Для тех, у кого тяжелый контент, то есть у кого его много. И даже такие мелкие изменения, как увеличение размера этого поискового окошечка, они сильно прям увеличивают конверсии и удержание аудитории растет ваше. И здесь нам Ник предлагает апдейт небольшой, чтобы прям вот именно вот эту статью прям сильно отметили. Даже пацаны из ювеб-дизайна отметили. Он пишет «тысячи читателей», а также прям обсуждение на Hacker News. А Hacker News, чтобы ты понимал, это бигдил для них, для всех. Несмотря на то, что там все засирают в основном, как на хабре, но как бы просто если там попало, значит да, нашло какой-то отклик в сердцах людей. Блин, ну он красавец, конечно, идет к успеху. Да, мы тоже к успеху идем, об этом сейчас и расскажем немножечко, о наших, о сайте нашем, о том, что там можно сделать вообще. Идем на нашем сайте, на uvbdesign.ru, к успеху, сильно. Тем, что вы все больше и больше нам оставляете своих тем для рассмотрения в нашем подкасте. А это можно легко сделать, смотрите, заходите на uvbdesign.ru, ты показываешь, да, демонстрируешь. Да, обязательно. И сбоку, справа, в сайдбаре вы можете спокойно оставить темочку интересненькую какую-нибудь на следующий подкаст. Зайти и прям ее в комментариях легко и непринужденно Саня потом отберет, возможно, возможно не отберет, скорее всего не отберет. Конфетку. И мы поговорим про нее, если она была, конечно же. Вообще, вот ты говоришь, что предлагают больше, чем мы можем даже обработать. Я подтвердю это прям статистикой, что вот в данном подкасте, номер 117, внимание, фигурируют темы, предложенные вами к 116, а темы к 117 я еще даже не смотрел. То есть нетрудно догадаться, что они будут в 118? Скорее всего. Почему бы и нет? То есть мало того, что они будут в 118, нетрудно догадаться, что спасибо вам за предложенные темы. Вы прям you guys rock. Я бы вот так сказал. Вы парни камень. Вот да. Вот. Вот вы парни камень, спасибо за то, что, так сказать, нам это. И еще для удобства, для вашего же, для вашего же удобства, вы можете там же в сайт баре на uvdesign.ru справа зарегистрироваться на нашем сайте, чтобы комментарии ваши оставлять без проблем, просто войти на сайт и залогиненным, авторизованным оставлять свои комментарии. Об этом мы сказали, еще мы скажем, как обычно, что у нас есть чат в Телеграме, по которому вы можете, не по которому, а с помощью которого вы можете дальше продолжать разлагаться в сторону веб-дизайна. Да, у нас там вообще хорошо, причем за последнюю неделю, которую вот мы сказали о том, что он есть, многие люди, оказывается, не знали об этом. Пришло еще чат 10. То есть еще столько же, сколько там уже сидело. И внимание, я хочу сказать, чтобы туда попасть, вам нужно написать в личные сообщения, то есть просто открыть чат в Телеграме же. То есть чатик в Телеграме, но вам нужно открыть личные сообщения в Телеграме же с Саней. С пользователем веб-сайна, да. Да, веб-сайна. Не пишите нам в ВК, не пишите Никите в ВК, не дай бог. Да, или... Его это смущает очень сильно. Иногда мне приходят письма прям бумажные. Батя говорит, это что такое у тебя там? Опять твои эти... Он как дурсель, он сжигает твои письма, не дает две читать. Вот. Он мне всех софт перебил там с вашими письмами, поэтому да. В чате, в Телеграме, веб-сайне. Об этом сказали. И последнее. Вы можете, кстати, приобретать наши фирменные стикеры. Стикеры UwebDesign и VD Games. Найти их можно в нашем паблике vk.com slash uwebdesign. Там графа товара. Я уже показываю прям графу товара. Стикеры UwebDesign всего 210 рублей. VD Games 160 рублей. Плюс 100 рублей доставка, если вы находитесь в странах СНГ. Если вы находитесь не в СНГ, например, не далее, чем вчера запаковывала Алина письмо для Дании. Нихрена себе. Дэнмарк. Я не помню, сколько там дополнительно стоит доставка. Они там все еще марками расплачиваются. Я в эти вопросы не вникаю. Это уже бюрократический наш аппарат этим управляет всем. Марками, да, немецкие сущие. Причем те, которые хавать надо. Ну да. И с Голландией, которые подвезли там, у них это валюта, как в Fallout. Бутылочные крышки, вот тут марки голландские. Я не знаю. Ну то есть там доставка, об этом будет вам дополнительно сообщено о том, насколько вообще там надо доплатить или не надо. Чтобы их заказать, надо просто в личку в паблике написать и там ответим без проблем. Обязательно. Поэтому... А просто прям здесь, вот на самом стикере, вы когда в него перешли, тут, во-первых, есть описание, в котором все указано. Это же 5 сантиметров на 5 сантиметров, винил. И написать продавцу. Это вот оно и будет. Здесь есть картиночки, как он выглядит на моем ноутбуке. Поэтому прям дерзайте. 874 просмотра, целых 5 сегодня. Я считаю, это успех. Один из них мой. Еще один Алинин. Один твой. Ну и в принципе двое человек каких-то шельных зашло и посмотрело. Идем дальше. Твоя тема из рубрики дизайн. Моя тема из рубрики дизайн называется, как у меня в слайке она называется, бетонный забор с ромбиками. И когда это было, вот когда я прочитал именно вот такое название у нас в нашем общем слайке, между тобой и мной. Я все сразу понял. Я сразу понял, о каких-то заборах. Ну, заборы, бетонные заборы с ромбиками. Как много в этом словосочетании? По-моему, каждый, по-моему, каждый человек, ну, который только не живет где-нибудь в Америке, наверное. Хотя сейчас мы поймем, что и в Америке знают, что такое бетонный забор с ромбиками. Да, скорее всего. Наверное, только африканцы не знают. Ну что-то все вот, обязательно надо унизить, да, кого-нибудь? Ладно, короче, наши слушатели, просто представьте, бетонный забор с ромбиками, который все знают, вокруг всех... Любых стройплощадок. Стройплощадок, да, есть такие заборы. Может быть, сейчас они как-то исчезают, но такая конструкция существует, а... Я бы даже не сказал, извини, что переверяю, что это ромбики. Это какие-то трапеции. Две трапеции и два треугольника. Загадочная, загадочная структура. Но мы сейчас поймем, почему и как, и что. Так вот, этот забор с ромбиками был придуман неким Борисом Лахманом, которому уже 69 лет. Но не уже, на самом деле это не так много. Я-то думал, ему больше. Обычно такие люди, которые придумали заборы с ромбиками, они... Да, этот был забор придуман в России, Борисом Лахманом. Так. Точнее, надо сказать, что все-таки не в России, а скорее в СССР. И его придумал чувак, который москвич. Он окончил строительный институт по специальности инженер-строитель. То есть он... Это его профессия, по сути. Он работал там в проектной мастерской Роско-проект. Потом перешел уже в более серьезную штуку. Мосгорстрой материалы. И он там стал главным архитектором. Это самое важное. Он там проработал в 18 лет. Стал главным архитектором. Набрал своего полностью персонала. Художников, архитекторов. У него 10 человек в отделе. То есть он такой чувак, который заправляет. Я думаю, для тех времен 10 человек в отделе вот такого направления, это прям до хрена было. Да. Везде, наверное, по одному человеку этим занималось, дай бог. И он говорит, что мы занимались дизайном для промышленности. Он дает интервью вот в Esquire.ru. Говорит, что мы делали... Нам сделали заказ. Именно вот поступил заказ. Одна из наших задач была разработать конструкцию забора. Надо было сделать его так, как это называется. Вот дальше я буду цитировать. Потому что читировать. Цитировать. То есть читать и цитировать сразу. Читировать. Отлично. Надо было сделать так, что называется aesthetically expectable. О, пошло. Пошло, пошло. Я сделал три эскиза. То есть он сам. Причем это здесь по-русски прямо написано. Главный архитектор. Да, так тут все сейчас будет по-русски. Прям не прикрыто. Все по-русски. Я напомню, Борис Лахман. Сделал три эскиза. Все очень симпатичные, как ему показалось. Но выбрали... Например, был забор, имитирующий каменную кладку. Не ту кладку, которую вы привыкли искать, обычно, дорогие мои слушатели. А именно кладку каменную. Такую, ну вы представляете. Наверное, как в замках. Ага, ага. Вот. Но почему-то выбрали самый простой вариант. Вот эти ромбики. Те самые загадочную конструкцию ромбиков. И это вот самый простой, казалось Борису. Может, потому что глаз радовала игра цвета и тени. Света и тени, точнее. Ага. Может, понравилась форма, которая самоочищающаяся такая. То есть с него все сдувается. Пыль, грязь дождями смывается. Практично прям. Практично. Полный UX только как бы в жизни прям. Смотрите, несколько месяцев проектировали. Было достаточно времени, никто не торопил. Все. Придумали вот эту хреновину. В том, что с плитой происходило дальше, а мы как знаем вот эти ромбики, да, там же кроме ромбиков много чего на самом деле. То есть это только архитектор понимает сразу с первого взгляда, что кроме ромбиков там есть еще вот юбочка. Кроме ромбиков там все-таки две трапеции и два треугольника, да? Да, есть юбочка некая у этого забора. Меняли размеры, все без него уже. То есть он придумал именно вот идею ромбики. Именно орнамент вот этот, если так называть. За дизайн он получил бронзовую медаль на ВДНХ. К ней полагалось 50 рублей. Ну. Деньги-то выдали сразу. Я читаю, читирую, напоминаю. Деньги-то выдали сразу, а вот сама награда нашла меня уже спустя 10 лет в Америке. Это единственное, что у меня осталось от той истории. Чертежи вывозить не разрешали. А когда начали выпускать из страны, я решил уехать. Журналы американские по архитектуре я получал, знал, что там происходит и всегда хотел работать с американцами. При этом за границей был только один раз, в Болгарии, на выставке. Потому что не был членом партии. Он еще не был членом партии. Так вот, в 81-м году он с семьей приехал в Нью-Йорк. Почти сразу стал работать в архитектурной фирме Ричард М. Беллами. Здесь, чтобы быть архитектором, нужно иметь лайсенс. Вижу, вижу. Возможно, перед этим аппликейшн заполнить. Пройти экзамен. Но это, кстати, классическая тема в Америке, что нужно иметь лайсенс на самом деле. Просто и подтвердить, да, свое образование и вот это все. Если хоть сколько-нибудь, так сказать, затрат на зарабатывательное, то нужен лайсенс и нужно его подтвердить. Будь то доктор, преподаватель. Даже права. Даже права. Лайсенс. Ну, это понятно, да. Сдал он в 90-м. Открыл свое дело. Вот этот экзамен, который нужно было сдать. Беллами скоро умер. То есть та самая фирма, на которой он работал. Он открыл свою. Он практически унаследовал. Нет, я думаю, что сам Беллами умер, а фирма-то осталась. А, Беллами скоро умер, да. Фирма его распалась, и я практически унаследовал все заказы. То есть, по сути, все к нему сходилось. Он вообще очень удачно зашел. А он там, скорее всего, как главный. Он, видимо, зашел как главный чувак. Потому что почему именно ему-то казалось бы? Проектировал рестораны, мегамолы. Представляешь, чувак мегамолы делал. Ну, а что? Частные дома. Ну, понимаешь, с учетом того, что он забор для всей страны. А для всей, так сказать, всего содружества стран сделал. Я думаю, их все еще выпускают, мне почему-то кажется. Видимо, да, да. У него, видишь, там даже номер есть, да? Как там? ПО-2. Плита ограда ПО-2. Это охренеть. Последнее время я больше работаю в Ассошиэйшн. Я напоминаю. В Ассошиэйшн с Даттнер Арк Аркетектс. Провожу консалтинг-сервис по Construction Administration и ревью их проект. Пошло. Прям вот не стесняется. Я не могу... Это люди из Ассошиэр так переводили частично. Мне кажется, это он так шпарил. Этот забор не самое великое, что я сделал. И что им завалили буквально всю страну, мне не очень понятно. Вы говорите, бетонные заборы запретили в Москве? Распоряжение правительства Москвы такое-то, такое-то. Давно пора было. Его, видимо, бесит. Видишь? А, видимо, теперь-то их не делают. То есть его бесит, что завалили этой вот вкусовщины... Это вот просто безвкусица такая. Не вкусовщина, простите, а безвкусица. Вот эти заборы ромбиками. Давно пора было. Я до сих пор, когда смотрю советские фильмы, да и просто кадры из России, даже в маленьких городках снятые, вижу только свои заборы. Вот представь, что ты, чувак, себе видишь свои заборы. Тебе еще противно от этого, потому что там вот дальше нормально. Потому что ты мегамолы строишь уже. Чувствов у меня по этому поводу нет никаких. Я уже американец совсем. Мне и по-русски-то, видите, тяжело говорить. Ассошиэйшн, напоминаю. Адмиэстрэйшн. То, что вы меня нашли, это... Это аут оф зе блю. Смешно. Я даже, кстати, не понимаю, что я значит аут оф зе блю. Вне голубого. Я не знаю, аут оф зе блю, видимо, у тебя какое-то, видимо, вне видения. Ну, видимо, да, что-то типа уже за... Как это? За гранью. За гранью. То, что вы меня нашли, это уже за гранью. Переводить на чистейший литературный русский язык его бредятина. Я обо всем этом совершенно не думаю. Ностальгия. Когда у меня наступает ностальгия, я ем черную икару. Закусывает лобстерами и крабовым мясом, видимо, чистейшим. Вот. И, кстати, говоря, у нас не первая такая тема будет. Не одна такая тема, господа. Давай просто высказывать свое мнение. Давай немножко оторвемся от того, что человек живет в Нью-Йорке и т.д. и т.п. Хотя от этого сложно оторваться, и ему самому даже от этого сложно оторваться. Как тебе вот эти вообще идеи бетонных заборов с ромбиками? Ну, слушай, мне нравится. Это просто реально прикольная такая стандартизация. И, ну, на самом деле очевидно, что это достаточно затратно с точки зрения ресурсов везде железобетоном огораживать. Это затратно. То есть это прям вот не бесплатно, мягко говоря. Я не знаю, что дешевле. Из бруса какой-нибудь охрененный забор? Ну да, согласен, здесь есть вопросы. Но вот хрен его знает. Просто профнастил хотя бы. Там не так много материалов используется. Ну и с точки зрения дизайна, раз мы уже в блоке дизайна-то обсуждаем, а не в научпопе где-нибудь, да? Не в попе. С точки зрения дизайна вот эти ромбики, они портят как-то лицо города? Или они не портят? Или они, наоборот, настолько глазу невидимые, что ты просто их пропускаешь? Понимаешь, это же стройка. Она и не должна, так сказать, быть ляпистой какой-то и прикольной. Она прям вот отталкивает. Вот эти ромбики, они как такие выпуклости в твою сторону, которые говорят, чувак, ты не пройдешь. Практически как каменная кладка. На самом деле все равно есть в этом что-то подобное. Вот, например, в Европе, опять же. Вот чувак, он про Америку, а я вот буду про Европу. Там есть здания, у которых фундамент как раз из такой каменной кладки, которая просто выпуклыми такими булыжниками и камнями. Как у нас, вот, например, участок, чтобы ты понимал, на улице Тимирязева, это в которую Соня Кривая переходит, между Елькино и Театральной площадью. Там вот слева, когда идешь, там тоже вот из таких объемных камней фундамент сделан. Ну, по крайней мере, облицовка фундамента, сам фундамент может быть и из дерева, и из говна. Ну, это просто понт. Это понт, это понт, но, видимо, там тоже все самоочищающее, все самостекающее и так далее. Вот это вот мне напоминает этот забор, именно такие штуки. Просто я все детство по этим плитам лазил, я ничего не могу, у меня ностальгия полная, и черные икры я не ем, поэтому мне только на них смотреть, на эти столбы. Если бы, знаешь, опять же, с точки зрения дизайна, мне кажется, если бы эти плиты были полностью ровные, вот без ромбиков, это бы страшнее смотрелось, и казалось бы, что тебя сейчас расстреляют около этого забора. Ну, серьезно, если бы это была полностью стена летая, это было бы все серое, весь город, вот если город строится, да, где-то, там, или ремонтируется где-то, и такими заборами огорожен, то это смотрелось бы страшно. А вот ромбики, они как-то более страшные. Ты думаешь, они все-таки ня-ня-ня? Не, мне кажется, что мур-мур-мур больше, чем да. Ну, не знаю, опять же, если вспоминать о том, что у меня типа трипофобия и боязнь ячеистых структур. Ну, типа тогда да. То это что-то очень близкое к ячеистым структурам, и она уже ссать должна. Прям вот настройку не ногой. Давай будем думать, что это еще и такую воспитательную цель несет, чтобы вот настройку не шли. Может быть, я хочу от наших слушателей и зрителей получить информацию, пусть они напишут в комментариях. Ну, вообще, мне вот прям вот это сейчас понравилось. То, что я сейчас придумал. Что это, так сказать, знаешь, как вот покровительственная окраска у насекомых, которые вот полосатые, чтобы к ним не подходили, потому что они опасные. Может быть. Здесь тоже этот забор, у него покровительственная окраска, он мимикрирует. Согласись, если бы там просто шипы были, было бы... Согласен, но это еще дороже было бы, если бы просто там по аркам наварены штуковины были шипы такие. И они еще были не такие, как бы сказать, серийные, везде одинаковые, а по-разному везде кованые, а кованые... Хаотично разбросанные. Да, как у орков в Варкрафте и как у рейдеров в Фуллауте. И кто-то действительно бы напарывался. Да, да, там тела уже неуспешных бомжей и алкоголиков, которые на стройку за медью полезны. Их бы не снимали бы еще никто. Да, да, это прям вот было бы реально... Ну, давай так, давай вот мы про забор сказали, а теперь про чувака. Мне кажется, он все равно лукавит. Нет, чувак не лукавит. Я не верю, что... Ну, хотя ладно, ты уже мегамолы проектируешь. Он просто уже все. Он все... Ну, тем более, видишь, его оскорбило еще изначально, что он такой крутой чувак. А ему там ни медаль не дали, ни признания. То есть, по сути, он не получил признания в СССР при жизни. Он, конечно, был архитектором, но что такое, что он мегамолы проектирует? И что такое, когда ему 50 рублей? Ну, а здесь причем не написано, почему, так сказать, он уехал. Что значит, нашла награду спустя 10 лет? Ты свалил. Как бы, ну, видимо, тогда не любили тех, кто сваливает. Ну, он просто понял... А из-за этого ли он свалил или из-за чего? Тут как бы не сильно указано. У него еще не было партбилета. То есть, он, в принципе, ему не нравилась советская власть, по сути. Ну, тогда что он хотел? Хотя, как он... Он, видишь, он по правилам не очень играл. Не, а как он без партбилета стал главным архитектором? Это... Обычно таких не ставили. Ну, да, да. Обычно просто таким говорили, как вот пиши по собственному желанию, только вот пиши по собственному желанию о вступлении в партию. Не, может быть, он уже позже отказался от партбилета. Тут уже вопрос. То есть, как бы, хрен его знает. Короче, ну, просто он понял, что... Не то, что у меня не было. Ну, да. Он просто понял, что бабки в Нью-Йорке поехали. Тем более, я так понимаю, он мегамозг какой-то. Ну, может быть, может быть. Так что, aesthetically и expectable. Полный expectable. Возвращаемся в скучный дизайн. Это сейчас не скучный был? Это был веселый. Напишите в комментариях, весело вам было или нет. Да, и дальше у нас uxdesign.cc под медиумный блок. Точнее, просто, ну, я до сих пор не знаю, как правильно это называть. Короче, за хостенный медиум на домене uxdesign.cc. Так. Здесь полярный мифка у них на авке. Да. И статья RoboJilla о том, что надо писать очень хорошие release notes. То есть, как это? Change log. Да, по-русски для наших детишек. Вот сообщение, когда выходит новая версия программы. Типа, что нового? Отлично. Записи релиза. Комментарии к релизам. Не знаю, как нормально это по-русски написать. Пишите, опять же, в комментариях. Я уже что-то туплю. Как, собственно, и всегда на подкастах, да. И он вот пишет, что, Robo, вообще писать release notes это прям такая хреновина. Не очень люди любят некоторые. Большинство компаний даже не парятся. Вот, например, здесь есть две ссылки, often with good reasons. Там ссылка про Facebook. Что-то если бы Facebook писал о всех своих косяках, которые они исправили. Ну, как бы вот не очень престижно это для Facebook. Я согласен. И просто вот вникать, у них там уже 57-я версия или типа того в iOS, если ты смотрел. Я не знаю, смотрел ты или нет. У нас, в принципе, большинство уже людей, у них автообновления стоят. И им просто ночью тихо прилетают все обновления. Ну, понимаешь, в чем дело? Давай так. Ну, давай. Я просто, во-первых, знаю как факт, что это есть. Во-вторых, в каждую я не смотрю, но, опять же, я знаю, какие бывают типы, что там пишут. И действительно для Facebook, да и вообще хоть для кого, давай так, писать о всех багах точно не надо. Это вообще тупняк. Я это могу без статьи, без джила. Ну, вот здесь будет его немножечко, так сказать, когда вот можно написать? Можно написать, когда чуваки ждали-ждали, не работала платежка, мы пофиксили платеж. Да, 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 да. Вот, вот в этом же... Без джила могу. Вот. А остальное баг фиксис. Minor баг фиксис. Вот, вот типа того. Ну, давай, продолжай. Есть что еще сказать по теме? Следующее о том, что есть люди, которые прям выкладываются в этих релизноутах, пишут там каждый раз прям обращение к чувакам, и это прям вот вовлекающе. Например, чуваки из Slack'а, они прям пишут вот такие. Ну, опять же, надо сказать... Здесь будут примеры рассмотрены. Да, не, опять же, надо сказать, ладно, Slack. Slack, да. А если какая-нибудь игра вышла? Ну, точнее, вышел новый этот, новая версия игры и добавили, ну, реально, там, функционал. Реально, добавили новый остров какой-нибудь там, я не знаю, с сокровищами. Об этом обязательно надо в релизноутах, чтобы чуваки охренели. Ну, понимаешь, здесь вот вопрос возникает, а читают ли эти релизноуты? Ну, да, это вопрос. Просто из-за того, что непонятно, из-за того, у всех автообновления непонятно это. Еще, понимаешь, почему могут читать и когда могут читать? Если чувак вообще новенький, он устанавливает себе прил, только заново, вот-вот-вот устанавливает. И такой, а когда там обновлялось-то вообще? И он такой, а, ну вот свежий релиз, а так, а че там? А, там, там, нихрена себе добавили новый остров, опять же. То есть там, в принципе-то, живут чуваки, тогда ставлю игру, нормальная тема. Ну, да, это я тоже, это, я так просто делаю, реально. Я проверяю. Если давно не обновлялось, я уже не пользуюсь, потому что, скорее всего, похоронили, я лучше аналог поищу, который все еще поддерживается. Да, да. Но дело-то и не в этом. Дело просто в том, что есть у нас здесь best practices, прямо как у Ника Бабича. Ну-ка. И самое главное, первое, это сначала эту, так сказать, выжимку, то есть ТЛДР. Например, есть вот у них здесь примеры конкретные, что у 1Password или вот у Medium, например, это хорошие кейсы, зеленым там выделены. Сначала ТЛДР-ка. Что типа мы пофиксили это, пофиксили то, 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 это теперь быстрее и many, many more improvements. Или вот у Medium. Мы починили мажорный краш, который происходил в редакторе и просто bug fixes. Для тех, кто... И это надо сверху писать, потому что для большинства людей имеет значение вот только вот это. Ну, как бы имеет и имеет. Вы об этом сказали и все хорошо. А дальше уже можете растекаться по древу. Дальше. Remember the major release. Это, кстати, вот каждая из них, это прям откровение. Вот так вот задумайся, смотришь на вот эти release notes и, блин, да, круто. А вот почему круто, не совсем понятно. И вот здесь сказано почему. То есть, допустим, вышел минорный фикс с 3.4.7 на 3.4.8. Ты пишешь, что добавили в 3.4.8 и напоминаешь, кстати, а в 3.4 у нас были такие-то мажорные изменения. Нахрена? Ну, не знаю, мне вот нравится. В смысле, что 3.4 было все-таки какой-то важной вехой? Да. Ну вот давай на примере Evernote. Вот версия 8.01. Конкретно в 8.01 были всего лишь bug fixes и miscellaneous improvements. Согласен, это не так важно. Да, а вот в 8.0 было важное говно, причем в большом количестве. И чтобы его не терять, они его дублируют в 8.01, чтобы люди понимали, что вот это как Легион. Вышло до Вовки, я имею в виду. Я понял. Вышел 4.1 патч. Там добавили там, я не помню, Каражан. Кажется, да. Я тебя понял. Потом вышел 4.1.1, в котором пофиксили, что в Каражане не падал там пэт в последнем режиме в мифическом. Меня тебя понял, да. Но они нам напоминают. Кстати, люди, которые еще не ходили в Каражан, они, видите, 4.1.1 смотрят патч-ноутсы и такие пофиксили маунт в Каражане. А что за Каражан? И они такие хоп вниз спускаются в глаза. Кстати, 4.1 это был Каражан. Это, мать вашу, охренетительный новый рейд. Супер Вау Мега Лимитед Про. Идите и ходите. И такие, блин, точно, я же собирался. Как раз вот сейчас вспомнил. Все, пошел. Я понял тебя. И здесь надо к этому добавить. Я не знаю, Роб Джилл, видимо, ну, как бы, он может еще одну дополнительную статью, это ему идейка. Для того, чтобы, ладно, легко. Ты бесплатно с ним делишься? Ты очень хороший пример привел. Он легкий из World of Warcraft. А если это какая-нибудь программа, тебе нужно понимать, когда ты делаешь мажорную версию, а когда ты делаешь минорную. Что ты сделал? Что из этого мажорная? Что из этого минорная? Ну, это в самой компании должно быть прописано, я так понимаю. То есть, как бы, грубо говоря, можно так минорить вообще на первой версии и сидеть до талого. У тебя там будет уже новая программа, а ты все еще минорные версии выпускаешь. Ну, я могу объяснить, как вот у меня, когда мы работали еще, было. Мажорная версия, то есть самая первая циферка, меняется только тогда, когда нет обратной совместимости с предыдущей версией. То есть, если переходить на тематику WordPress тем, то если ты прям полностью меняешь реальный шаблон и functions.php дописываешь, не дописываешь, а переписываешь какие-то методы. То есть, допустим, ну, то есть кардинальные изменения, что если вдруг ты переходишь с версии 1 на 2, то некоторые фичи на 1 отваливаются. И надо прям дорабатывать напильником. То есть, мажорные версии лучше не обновлять просто так, потому что может все закрашиться и нахрен надо. Вторая это минорные версии. Это те, в которых ты добавляешь новые фичи в уже существующую экосистему. Ну, то есть, там добавлен дополнительный функционал в такой-то там подсистеме ивентов, туда-сюда. Ты это делаешь в минорную версию или просто добавлена подсистема ивенты. Неважно. Это все еще минорная версия. Вот вторая цифра. И третья это фиксы багов. То есть, просто если никакого функционала не добавлено, просто баг фиксы, то это 8.0.1. Еще баг фиксы. 8.0.2. И так, пока не добавится какая-нибудь там микро-подсистемка или не изменится уже существующая, тогда это будет 8.1.0. Потом фиксим баги внутри нее, 8.1.1, 1.2 и 1.3 и так далее. А вот с 8 на 9, это когда прям реально кардинальные какие-то прорывные изменения, и теперь у нас весь фронтенд не на реакте, а на Vue.js в WordPress. Ну да, да. И тогда это уже нет никакой обратной совместимости. Лучше так позиционировать как мажорную версию для того, чтобы ваши пользователи, они обновлялись уже осмотрительно, с ответственностью. Responsibly. Круть. Ну давай дальше послушаем его, а то мы что-то отклоняемся от автора. Да нет, я думаю, он не будет против. Он в принципе, ему нравится, что вообще обсуждает его говно. Тем более я поставил лайк, и даже тысячу лайков он еще не набрал, поэтому он прям вот, да. Следующий пункт. Нужно сделать доступную легкую возможность для людей связаться с авторами. Типа, что если у вас какие-то есть идеи, пишите нам на фидбэк собака, там, onefootball.com. Или вот в The Guardian у нас. Мы ценим ваш фидбэк. Если вы хотите что-нибудь нам сказать, имейл нас на appsfeedbacktheguardian.com. Понимаешь? Здесь, кстати, дополнительно. А если вам нравится приложение, ставьте нам рейтинг и напишите отзыв. Вау. Наверное, кого-то это и подконверсивает. Было бы, конечно, еще круче, если бы здесь ссылки на почту были кликабельные. У меня сразу mail app открывался, я мог там писать какое-то письмо, но уже не до хорошего. Следующий пункт. Базовое форматирование. Первое. Точечки. Нужно точечками использовать пункты. Пусть у вас это будут списки, а не параграфы. Потому что любое упорядочивание точечками, оно как бы хлестко и четко разделяет. Параграфы – это ты сразу в кисель погружаешься и читаешь до хрена. Согласен. Точечки – это точечки. Списки, да, нравятся всем. Да. Если сомневаешься, каждую точечку с новой строки. Дальше идет у нас, если вы хотите, можете покреативить, например, как при выражении ESPN, и вместо точечек использовать плюсики в квадратах. А еще, говорит, можно еще пойти дальше по Филу Шиллеру и как подпункты использовать тирешечки, например. Ну, на самом деле, это два минусики. Просто на медиуме два минусика превращается в тирешечек. Прикольно. А я почему-то знаю, что два минусика дальше скрины есть. Просто как бы. И написано, что вообще, конечно, креативничать – это прикольно. Но если вы уже начали плюсики использовать, вы прям все версии хреначите в плюсиках. Чтобы это была ваша фишка. Не то, что ты один раз что-то долбанулся и сделал, а потом опять унылые точечки. Нет. Вот ESPN, они прям претендуют и соответствуют. Они все время используют плюсики, как подпункты минусики. Неплохо. А вот у IMDB точечки. И тоже все четенько разделено. Дальше заголовки. В силу понятных причин мы не можем в релизноутах, но здесь все про iOS, например, менять размер шрифта. То есть мы не можем сделать заголовок реально больше. Мы можем максимум использовать заглавные буквы. Так. Или, или выделять, как в контре, тильдочками, решеточками. Вот это хорошо. Да, звездочками и так далее. Ну, на самом деле, конечно, вот эти тильдочки, звездочки, решеточки – это досвидос. Я прям не поддерживаю сильно. Это будет просто, ну, очень смотреться прям вырвиглазно. Да. А вот просто капсом я так и видел, и мне так уже… Я просто в релизноутсах я именно капс воспринимаю как заголовки, а не как «А, капс, вырвите мне глаза, говно!» Hot! News! Да, я согласен. Отлично. Отличное решение использовать именно капсом. Да. Ну, вот, да. Sections. Разделение на секции тоже можно сделать либо капсом, либо тильдочками. Вот мне здесь нравится «два равно» у OnePassword. Ничего не могу сработать. Если бы еще было «два равно» и капс, то вообще шикарно. Кроме этого, пробельчики надо делать. И здесь это следующий пункт – Space. Смотри, как у Slack хреново. Да. То есть, несмотря на то, что они там «ми-ми-ми» и «ня-ня-ня» пишут, и «мур-мур-мур», естественно. Да что-то хрен знает. Они, ну, как бы… Там «мур-мур-мур», да? Да. Они даже статью целую писали о том, что у них «мур-мур-мур», если кто-то не верит. Ну, ладно, хорошо. Как бы, может быть, здесь вот именно версия 3.1.0, она скучная. Она «гав-гав-гав». Потому что я у них, да, не вижу там какого-то сильного «ми-ми-ми». Но неважно, пробелов у них нет. А вот Microsoft со своим Outlook'ом у них есть пробелы, и читается просто в 10 тысяч раз прикольно. Хотя казалось бы, кому он нахрен нужен. Вот да. Хотя кто его использует? Два человека – Сатья и Байлмер. «Writing styles and content ideas». Вот здесь написано, что вы можете выбрать неформальный стиль для общения с теми, кто читает релиз-ноуты. Вот, например, ClearScore, точнее, простите, они не стесняются говорить о том, что вместо писать minor bug fixes, надо написать, вот как ты говоришь, «блин, починили платежку». И для тех людей, кто реально сидел и ждал платежки, для них это, так сказать, big deal. Они реально, «блин, вау, скорее устанавливай апдейт и пользуйся, всем друзьям расскажу». Ну да. «Take a bug fixing to help a whole other level». Здесь есть дополнительный пункт. На самом деле, не обязательно его соблюдать, но, например, если вдруг вы, так сказать, ну, пошли дальше, опять же, по Филу Шиллеру, вы можете номера багов прям публиковать туда. Нихрена. Вдруг кто-то у вас в баг-трекере или там на GitHub их найдет и скажет, «блин, чуваки, спросили бы меня, я бы вам давно помог пофиксить». Ну, какой всякий бред. Не знаю, зачем это. И, но у 1Password это есть прям, ticket ID. Ну, блин, 1Password это гений какие-то. Возможно, они сами для себя это делают, чтобы потом награждать, там, я не знаю, ну, как бы всякое возможно. Upcoming updates, внимание, это круто. Это прям реально круто. Писать. Кстати, ждите следующей версии, такое-то дерьмо, спасибо. И не сделать это потом. Согласен, здесь сложно. То есть, если вы озвучиваете какие-то планы, им в 10 раз сложнее соответствовать после этого, чем если вы их не озвучите. Особенно, если вы выеживаетесь много. Да, особенно, блин, вас ждет киллер фича следующей версии. И потом вот такое просрать, это прям вот. Потом год не обновлять, понял? Да. Персонализация, здесь, опять же, это возвращение к стилю. Типа, вот, у приложения Photobox, они пишут, хей, фотобоксеры и смайлички используют небольшие. Ай, бля. Вот. И вот про OneFootball в конце. OneFootball это приложение для футбольных фанатов. Ты как бы объединяешь всех своих пользователей в комьюнити, и они мысленно прям близко друг к другу становятся. Ну, здесь про то, что нам нужен ваш фидбэк, это, опять же, к вопросу о почте и все. Вот, в всем таком. Challenges and how to overcome them. Это нужно прям писать, ну, не нужно, можно. Дальше, как бы сказать, уже мелкие best practices, они уже не снабжены скриншотами. Видимо, значит, нету, так сказать, ярких примеров применения именно таких практик. Но, тем не менее, подумайте о том, что такие тоже важны, как бы говорит нам Роб в этой области. Роб-зомби, конечно. Естественно. Если вы пропустили, как зовут автор. Так вот, вы можете писать о том, какие у вас испытания были на пути. Мы там, 10 потов с нас сошло, пока мы пофиксили этот бак. Это классно, это классно. Да. Выбито пиво столько-то. Кстати, вот, вот, вот такого именно казуальной штуки. Чтобы пофиксить этот бак, ушло 10 ящиков пива. Ну, или кофе, да. Да, ну, вот, да, это еще прям вот по-поихнему. Именно по-ихнему, не по-их, а вот, да. Многие апдейты тривиальные. Ну, короче говоря, не надо писать в изоляции. Сделайте, говорят, это общим документом, какие-нибудь релиз-ноуты. Вдруг у кого-то блестящие идеи возникнут. Не зашивайтесь, что вот вы там менеджер по релиз-ноутсу. Да, правильно, конечно. Пусть это будет доступно всем, и это так удобнее всем, всей команде. Да, для большинства же никто же не знает, сколько кто пота слил или чего-то другого. А вот можно это дописывать, и потом кто-то один суммирует все пиво и пот, и кофе, и напишет, что вот ни один котенок еще не пострадал. Иногда, конечно, да, нужно очень по-быстрому писать, но вот все-таки не надо делать вот как вот здесь есть скриншоты, я не знаю, что это за приложение такое. 5.4.4, 5.4.6, 5.4.7, ну, короче, 6 версий подают, просто багфиксис. Понятно, что это, видимо, какой-то программист расписывал, которому похрену. Для него все это он сидел, и у него это монотонное багфикси не шло, и ему вообще похрену что там. Он просто делал, фиксил, а-а-а-а-а. И вот здесь написано, что даже если у вас каждый раз багфиксис, вы снабжаете их какими-нибудь заготовленными параграфами, типа вот, кстати, пишите фидбэк. Или, а кстати, вот там, мы вас ждем там-то. Или, кстати, спасибо, что используете наше дерьмо, поставьте нам отзыв и так далее. Чуть-чуть надо разбавлять, чтобы хотя бы не было стены из багфиксов. Просто это хреново, если у тебя столько багфиксов, ты ничего нового не выпускаешь, фич. Ты просто что-то сидишь, и у тебя какой-то сломанный приил. Ты никак не можешь все фиксишь, фиксишь. Но здесь надо, конечно, отдать должное. Чувак, это все-таки не каждую версию делает. Здесь как-то это свернуто. Да, здесь непонятно. То ли он пропускал пункты версии. Ну это тогда совсем плохо, если он пропускал пункты. Да, здесь также сказано, что вот как быть с теми, кто не читает обновления в App Store? Насрать на них вообще. Но здесь сказано, не надо насирать. Ух ты, ну как. Сделайте внутри приложения еще секцию What's New, и туда продублируйте все это дерьмо. Да, это, кстати, классная тема. При первом же заходе в новую версию. Да, да, и там прям должен бэджик гореть в данном примере, что одна, одна у вас непрочитанная релизноута. Да, это круче. Можно даже настолько издеваться над пользователями, и прям на локскрене. То есть на хоумскрене, поверх приложения, что два непрочитанных вот с нее релизноута. Можно прям жестоко заходишь, и у тебя окно открывается с релизноута. Ну да, да, но здесь, конечно, важно не переборщить, потому что люди наблюют и прям вообще. Потому что вот здесь вот в WeThinks какой-то, у WeThinks, у них именно всплывающее дерьмо, типа апдейт. WeThinks, я бы даже сказал. WeThinks, да. Но вообще выглядит как какой-то шагомер или что-то типа того. Ну и че он? И там у них вот типа всплывающее окно, но оно не всплывающее, а просто по центру. Это information, который ты видишь. Ага. Он вот ведет тоже вот с нее. Ну круть. Ну то есть не надо их хоронить, если вы уже заморачиваетесь и пишете релизноут, и вы их введите в приложение тоже. Вдруг кому-то реально будет интересно почитать. Поэтому да. Ну и здесь в самом конце есть ТЛДР-ка, что типа, а вот такое у нас самое хорошее Perfect Release Note. Он здесь в отдельной, так сказать, в отдельном контейнере. Можете, собственно, почитать здесь. Прямо так и написано. Не то, что тут выдумано, а прямо написано. Это введение. Небольшой параграф. Сделайте его личным, персонифицированным, если считаете нужным. То есть там, привет, космонавты, если это обращение к подписчикам и веб-дизайн. Или детишки. Или там, приятной вам весны, если это сейчас будет выходить какое-то. Если это гламур приложение. Да. Или вот, например, вот про... Если в Крисмос у вас, типа вот Санта вам принес новый апдейт. У Рудольфа на рогах. Вот, вот, да. Сразу хоп-то ЛДР-ка. Чё? Потом секции Нью со звездочками. Improvements, фиксит. Здесь, да, здесь на самом деле я не помню, где-то это было или нет. По-моему, где-то должно было быть. Разделение на навулечки, на добавлюнички к старулечкам и на фиксулечки-багулечки. И фиксулечки в самом конце. Не надо сразу бравировать, что мы там пофиксили 100 багов, как бы, ну, пофиксили... Только если это не платёжка. Да, согласен. Ну и в конце концов, естественно, конклюжен, какое-то заключение. Ну и в конце концов, опять же, если вы нам хотите, напишите нам сюда-то, сюда-то, сюда-то. Это круто. Я согласен, это прям нужно. И здесь есть топ-хайлайт у этой статьи. Я, говорит, в завершении хочу сказать эпилог такой. Мой старый босс что сказал. Разрыв между средненьким и хорошим очень большой. Нужно прям сильно работать, чтобы стать хорошим. Но, говорит, от хорошего до крутого, до эксцелент, превосходного, всего лишь ещё 2 миллиметрика. Но ведь люди достаточно довольны уже тем, что они хорошими стали. Они даже никогда не знают, что для того, чтобы сделать что-то потрясающее, нужно всего-то ещё чуть-чуть поработать. Ни хрена. Это какой-то Данил Боссом Уорф. Да, Данил Боссом Уорф. А он основывается на Тони Робинсовских правилах 2 миллиметров. Я бы даже сказал, Тони 2 миллиметра Робинс у него погонял. Да, да, да. Вот он написал. Ну, здесь есть ссылка на ютюбный видос. Ссылка есть по ссылке. Ну, то есть, статья не только о том, как писать релиз ноутс, но ещё немножко мотивирующая, да? Угу. Как и все статьи в нашем подкасте. Я понимаю, что ты уже сухарик взял, как бы. Я думал, я уже как бы назакончил. Я тоже, я всё хочу взять конфетку, но мне сейчас дальше говорить, поэтому нет. Тебе сейчас, да, две штуки надо говорить. Я тут, у меня саундклауд открытый и не закрытый. Я его миную. И дальше у нас открывается рубрика «Светские новости». Ladies and gentlemen, Twitter employee. У меня записано это в слэке. Линус нам прокомментировал это. Линус Торвальд, скорее всего. Линус, я надеюсь, сам, да. Надеюсь, сам прокомментировал. И здесь с businessinsider.com серьёзная статья с серьёзного сайта. Про то, что пацаны выживают в Сан-Франциско, в городе стиле диско. Они не могут на свою зарплату сходить даже за хлебушком. Зарплата, по меньшей мере, охрененная, я бы сказал. Зарплата 160 тысяч долларов, о которой пишет вот конкретно чувак, который даёт интервью. Он постарался, не постарался, а как, пожелал быть... Остаться неизвестным. Да, он анонимно всё это давал интервью. Короче говоря... Как же долго у меня открывается businessinsider. У меня тоже. Какого хрена? Видимо, в Сан-Франциско там не оплатили нормальный хостинг. Я не знаю, они-то, может быть, не в Сан-Франциско. Хрен его знает. Они-то в Нью-Йорке, может быть. Ну да, может быть. 160 тысяч долларов в год, я ещё просто повторюсь вам. И это лишь хватает, чтобы просто наскрести еле-еле на житуху в Сан-Франциско, как здесь написано. Вот прям вот всё плохо. Чувак работает в Твиттере. Огромная компания. Которая находится также вот в той самой долине силиконовой. Она же как-то там бэй. Какая она бэй? Сан-Франциско бэй, это просто... А, бэй-эрия. Ну это, так сказать, их район. Это район Сан-Франциско и пригороды, так называется. Да. В самом интервью он рассказывает всё просто. Он прям вот не стесняясь говорит, чуваки, не хватает, не хватает. Я, говорит, это прям я без сарказма говорю. И он, видимо, тоже без сарказма. Потому что я, говорит, вот в этом месяце практически бабло вот перебивался, занимал, бабки брал, чтобы вот прожить как-то дальше, как-то смочь, удержаться, живя вот в Сан-Франциско-эрии вот в этой. И работая в Твиттер. И говорит, прикиньте, вот короче, у меня, говорит, самая дешёвая хата. А, как вы понимаете, там, конечно же, все квартиры, это в основном дома. У него дом. Потому что house, он говорит. С двумя спальнями, да. Two-bedroom house. Это, наверное, одноэтажный, скорее всего, дом. Я так думаю. Потому что two-bedroom, ну, может быть, двухэтажный дом. Не знаю. Скорее всего, ну, вот одна двухэтажный дом. Конечно же, не трёхэтажный, это смешно. Он и так за него платит 3000 баксов в месяц. В месяц, подчеркну. И это самый дешёвый. Я буду вам посчитать. В год это 36. Уже осталось у него 124. Да. Это самый дешёвый, он говорит. Ультра-чип. Для его вот этой вот эрии. Хотя он с женой, с двумя детьми ещё пытается уживаться. Да. Он говорит, что примерно стандартно медиана, так скажем. Это средняя. Да, средняя. Среднее значение для аренды квартир. Не квартир, а домов, скорее всего. Апартаментов, апартаментов, это 4000 долларов, 4200 долларов в месяц. То есть, это уже, если 4 на 12 помножить, это уже, короче, 48-50 тысяч. Ну, 50, да, около того. И это досвидос, потому что, ну, здесь написано, что, в принципе, Bay Area, то есть залив в Сан-Францисковский, это одна из самых конкурентных вообще ниш в бизнесе, связанном с арендой жилья. Я так понимаю, что, говорит, я так понимаю, что он какой-то, вот тут он рассказывает про инженеров, Google, Uber, Airbnb, Twitter, то есть это вот такие чуваки примерно вот столько и зарабатывают. Нет, они примерно 40-50% на жильё тратят. А, ну вот, да. Ну, у него так и получается, практически половина. Хотя, конечно, у него меньше половины. У него меньше половины, потому что он достаточно ультра-чип снял хрень. Вот. Такая история. Здесь просто ещё сказано, что миллениалы, они сильно завышают цены. Ну, короче говоря, это как Студгородок. Вот снять хату в Студгородке, это досвидос сложно, потому что там высокое это. И там ещё все живут по несколько человек. И вот они из-за того, что они могут себе позволить жить в шестером и разбивать эту цену на шестерых, им более или менее это приемлемо. Но из-за того, что такие есть, в целом весь рынок недвижимости растёт. Просто видишь, ещё, скорее всего, чувак, он просто не самый-самый главный. Возможно, он даже получает меньше, чем миллениалы. Не меньше, здесь написано, что средняя зарплата у всех 59 тысяч в год. А, он сильно. Из них порядка, то есть 40, они тратят на жильё, а на всё остальное просто жрут там дошираки и телеобеды. То есть, значит, он не последний хрень-то в Твиттере. Да стопудо, ну 160 косарей, это вообще нормальная зарплата, прям это хорошо. Ты понимаешь, что его сейчас могут выследить, какой бы он сейчас не был скрытный, сейчас пацанов прошерстить, которые 160 получают с двумя детьми. Да говно, ну вдруг, а он 180 там на самом деле получает. Вот 160 это у него прям вот, ну хотя нет, он бы тогда... Тут какое-то палево, он может так спалиться. Тут, я думаю, плюс-минус пятёрка, вот так у него. Ну да, да. Вот, короче, выживает, чувак. Я даже не знаю, что здесь ещё сказать, надо своё мнение, как минимум. Ну, он сам выбрал такую территорию. В Твиттере наверняка можно и удалённо работать. То есть, да даже если ты отъедешься от Сан-Франциско в Сан-Диего куда-нибудь на север, уже не так всё будет. А если у него работа с людьми, он комьюнити... Если он менеджер именно внутри компании, как он может издалека контролировать людей? Ну, да. Тут вопрос, вопрос. Ну, переедь в пригород, или Bay Area-то и есть с пригородами, ну куда-нибудь я не знаю. Если он приедет, он ещё и с пригорода хреначит. Он выживает. Ну, это как квартиры в Москве, видимо, как бы, ну, сопоставимо. Не, это просто нам раскрывает немножко глаза на саму Сан-Франциско, что там происходит, жесть какая. Да мы и не сомневались, что там жесть происходит всякая. Ну да. Вот, идём дальше. Следующая тема из светских новостей. Это... Она у нас называется Цукерберги. Хотя, на самом деле, речь пойдёт далеко не о главе Фейсбука, а о людях, которые придумывают всякую хреновину. Доморощенные Цукерберги сдают в аренду букета роз, ну и на поржать. Это нам предлагает господин... Кеша Пуделев, ударение на У. Да. Он это предлагает третьей темой. Мы взяли её одну из трёх, хотя у нас были заманчивые названия, типа, спасти рядового сиську. Да. Или 100% покрытие кода говно. Но вот мы решили именно эту обсудить. Мы решили именно эту. Для тех, кто, опять же, сидит и думает, как заработать денег. Вот, чувак. Для тех, кто сидит, не совсем эта тема подойдёт, конечно, но мы попробуем. Чувак даёт интервью, я так понимаю, Тижурналу. Его спрашивают, чувак, 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 а чё у тебя за тема? А тема такая. На 8 марта миллион алых роз на час, называется статья. Так. Пацан, в преддверии 8 марта в Инстаграме и ВКонтакте появились сервисы по аренде букетов для девушек, желающих сделать праздничные фотографии. Суть какая заключается, букеты большие, не просто букет в три розочки, которые легко и так купить. А букеты типа из 101 розы, например, то есть огромного обхвата просто букетища, завозят на 10 минут тебе, ты с ними по-быстрому фоткаешься за эти 10 минут, что хочешь делаешь, но ничего хочешь, конечно, ты не демоджишь их. Ты должен, да, товарный вид сохранить, я так понимаю. Да, и возможно, возможно, ты еще как настоящая леди попросишь какую-нибудь коробочку, а можно, дополнительные топпинги есть, как у пиццы, есть опции дополнительные. Ты можешь, например, коробочку Шанель рядом положить, не важно, что это, коробочка там от колеи, от какого-нибудь там очень дорогого часов. Нет, важно как раз. Ну, понятно, что важно, да, но имеется в виду, что неважно, для тебя по цене ты просто заплатишь как за топпинг, плюс 1000 рублей, плюс 300 рублей, да, заплатишь. К вот этому букету тоже за 1000 рублей, от 700 до 1000 варьируется цена, и плюс вот пакет, коробочка, все вот это. Ну, короче, тебе обойдется штуку, ну, полторы, ну, полторы, за 10 минут. То есть, сам букет, конечно, будет значительно дороже такой. Если ты, конечно, купишь такой букет в Реале, 101, допустим, мы возьмем цены Челябинска, пусть даже это не 8-мартовские цены, не завышенные, хотя мы понимаем, что 8-го марта 101 розу закупить, надо босраться, пусть это будет обычный день, теплый вечер в Греции, 100 рублей 1 роза, 10 тысяч. Не, не, ну, 50, при таком большом количестве там скидку сделать до свидания какую. Ну, ладно, хорошо. Не, не, 100 пудово в половину тебе скину. Пусть будет 5 тысяч, 5 тысяч, но 5 тысяч это не так дорого еще. Ну, да, но баба сама себе за 5 тысяч букет не будет покупать. Да, при учете, что ты заплатишь, получается, одну пятую уже просто чуваку за то, что у тебя их не будет, то есть, это по сути, ну, такое. Ну, видишь, для них, видимо, в основном важно просто наличие, так сказать, фоточки. Да, сам факт того, что ты просто хочешь это сделать для фотографии, это уже интересно. Чувак, у чувака спрашивают, конечно же, там, это пролетело весь интернет, будем говорить. Везде над этим постебали, поржали, напикабу и так далее. Везде в соцсетях, в инстаграмах, инстаграмах. Кто-то, я так понимаю, не очень много клиентов, потому что у чувака спрашивают вообще, как заказывают. Он говорит, ну, как бы, вот у меня сейчас есть несколько клиентов на примете, но не очень, не сильно бизнес попер, хоть и мы назвали это Цукербергами, но тем не менее. Идея прикольная. Он говорит, что он развозил, действительно. Там же тысяча подписчиков, наверное, уже больше у этого инстаграма, в котором продвигается, собственно, этот бизнес. Вот, о чем-то я еще хотел сказать. А, там морально спрашивают у чувака, как вы вообще относитесь к девушкам, вот, которые так используют ваш бизнес, заказывают эти розы. Он говорит, это абсолютно нормально, так же, как и всем девушкам. Просто это нормально, популярность, скорее всего. Вот идея, идея как минимум вызывает положительные эмоции, что чувак, девушка захотела сфоткаться. Вот, единственное, отрицательные эмоции у меня сразу вызывают, знаешь что? Ну-ка, у меня все. Все, во-первых. Во-вторых, ну, мы же рассказываем свое мнение. Ну, конечно. Конкретно вызывает их эмоции, вот эти поддельные на фотографиях. То есть, она как бы вроде радуется на полном серьезе, вот здесь фотография, наверное, со 101 белой розой. Девушка просто упивается. Блин, где я не могу, я все смотрю, нигде нет вообще ничего. Ты проскролил? Проскролил после вопросов. А, уже после вопросов, все, понял, понял, понял. Возможно, этим-то девушкам как раз-таки подарили настоящие 101 розы. Потому что они очень театрально умеют отыграть. Я бы даже на месте какого-нибудь театрального в гика, джгика... Орал бы не верю. Орал бы не верю, а возможно, наоборот, орал бы верю и принимал бы их на курсы к себе. Просто видишь, здесь написано еще. Фотографии девушек с букетами роз воспринимались с подозрением и до появления сервисов по краткосрочной аренде цветов. Но теперь разглядеть искренне на снимках стало еще сложнее. Да, там, кстати, в комментариях вот к той журналистской статье чуваки говорят, так это ж круть, теперь все еще больше будут стесняться и меньше такого дерьма будет. Я здесь не вижу ничего дерьмового на самом деле. То есть, ну как бы, то что... Ну как бы, особенно если у тебя это в ленте появляется. По сути, что у тебя должно вызвать горение пукана, вот если в твоей ленте появилась какая-то там девушка на 8 марта со 101 розой? Ну это потому, что ты мужик. А если ты телка, у тебя это вызывает стопудовое горение сразу. Ну да, да, я согласен. Ну для мужика, ну как бы, ну по хрену, ну да, да. Возможно, для меня это вызывает только дополнительную информацию о девушке, о том, что, скорее всего, у нее есть какой-то чек, который уже, скорее всего, купил. Или она заказала, хрен его знает. Чек, 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 чек. Да, поэтому, вот, а как бы особого горения пукана не имеет. Здесь на тижурнале пользователь аналитика на диване пишет, что нужно организовать доставку последних макбуков. У вас будет 10 минут на фотографии, можно сразу в Starbucks или каворкинге. Да, мне вот это понравилось, этот вариант, это круто. Представляешь, давай пойдем дальше. Ну-ка. А если заказать какие-нибудь сервера модные, и ты сфоткался сервера... Это какой-то IT-порн прям. Как будто ты... Чтобы вот прям патч-панели и идеально все проводки по спиральке заведены вниз куда-нибудь. Блейд сервера на Xeon'ах со SSD-шками, самые лучшие. Или, да, или, знаешь, с каким-нибудь очень крутым сайтом. А сфоткай меня, типа, я админ Алиэкспресса. Да, с логиненным пользователем админ на Алиэкспрессе. Или хабре хабре. Понимаешь, это... Хотя, собственно, цветы под фотошопить не сильно долго, то есть... Ну да, да, тут... Ну, вариации, я согласен, они прям многозначительные. Ну или, знаешь, смотри... В каждой сфере такой. Можно где-то будут фотографироваться с крутым ткацким станком. Или нет, с крутым человеком. К тебе приехал, например, сам... Басков. Басков, да. Басков лично. Ты с ним быстренько сфоткался и, не знаю, сейчас спасибо ему сказал. Он тебе вот ответит, спасибо, и все, и непонятно. И закольцевалось. Да, да. Ну, короче, вот такая. Такой сервис. Напишите, что вы думаете. Мы немножко сказали, что, ну, есть некоторые определенные спорные моменты в этом сервисе. И в... Точнее, в сервисе это похуй, но на самом деле. Как этические, так и чисто практические. Начинается конфуз. Так, есть парень, нет парень. А был ли мальчик? Да. Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн, скорее всего. Вот такие светские новости. Мы вас развлекли. Я так понимаю, будем отдыхать. Да, у нас перерыв. Я так пить хочу просто как досвидос. Ну все. Не дадим друг другу уберечь. Я думал, ты скажешь, главное, что не пить. Вот, да. Поэтому все, отдыхаем, а потом мы идем в спорте. Да, напишите, что делали в перерыве. Ой. Резюме нажал. Окей. Сейчас будет у нас раздел разработка. И наша первая классическая тема. Нулевая я бы даже ее назвал. С той, из которой начинается старт разработки, так скажем. Хочется ее как-то презентовать. Ты веб-разработчик? Ты ищешь там... Тебе скучно и одиноко? Тебе скучно и одиноко? А закончился твой старый сраный хостинг? Или он тебя бесит? Или тебя бесит поддержка? Или тебя все бесит? Попробуй смарт-тейп вместе с uwebdesign. uwebdesign.ru slash smart-тейп. Наконец-то уже пора завязать с этими проблемами хостинговыми. Начать жить. Начать просто разрабатывать. Да, выкинуть старые хостинги. Вот смарт-тейп, а вот старые хостинги. Да, как на Виллорибе все еще на веб каком-нибудь. А на Виллобаджета уже все-таки смарт-тейп. И уже они отстирали все давно. И сайт у них давно уже за хостинг. По FTP уже ничего не летит. Все через version control налажено. Да. И они уже давно бухают просто. А на Виллорибе все еще пытаются там пушнуть, мерджнуть. Там что-то еще налаживают. У них падает постоянно. У них там PHP 7 даже нет, потому что... А вот на смарт-тейпе, на безлимитном хостинге 2.0, уже даже 7.1 можно PHP включить. Да, господа, uvbdesign.ru slash smart-taype. Попробуйте хостинг российский. По ГОСТу. Да, настоящий. Соответствующий там федеральным законам всем для того, чтобы как-то это у вас там... Чтобы жить. Чтобы, да, вообще все круто было. Поэтому uvbdesign.ru slash smart-taype. Плюс вы помните еще, что тем самым, так сказать, поддерживая... Точнее, пользуясь смарт-тейпом через нас, вы поддерживаете наш проект. Короче говоря, вот так. Окей. Первая тема из разработки. Windcliffe. Windcliffe. Ветреный утес. Так. Прокомментировал. Привет, парни. Достаточно дискуссионная тема. Мне кажется, будет интересно, если вы выскажите свое мнение. Две скобочки. Ну-ка. Тема называется... Программисты не могут написать алгоритмы без помощи. Двоеточие. Еще раз про интервью. Открываю. Это на хабре. Ты мне скажи, это действительно дискуссионная? Выглядит вот заголовок сейчас дискуссионная. Looks like дискуссионная. Нужно ли сейчас нашим слушателям и зрителям, которые действительно вот сейчас боятся проходить интервью, например. Так. Нужно ли им сейчас вот вникать прям сильно? Это будет прям про интервью, про интервью или это будет чуть... Это скорее мета-тема, на самом деле. То есть здесь не будет практических каких-то примеров. Хотя, ну, будут, наверное. Кто-то, может быть, для себя что-то уяснит. Но здесь не будет такое. Возьмите на свой платок, там, положите его в карман, положите под пятку пятак, чтобы у вас все там сложилось. Я думаю, потому что, знаешь почему? Потому что это вам не поможет, если вы ни хрена не знаете на интервью. Ну, во-первых, да. А во-вторых, даже если вы все такие классные, придете и скажете, а вот, ну, давай, не будем забегать вперед, расскажем сначала, с чего все началось. Началось и с того, что Максим, который вот на хабре это написал, он увидел, что Дэвид Хэнсон, создатель Ruby on Rails, сам создатель Ruby on Rails, то есть не то, что там ведущий программист. Именно фреймворка. Да, именно фреймворка. Признался в своем твиттере. Вот когда пишут признался, это уже такой желтый заголовок, например, что он признался, что он гей. Coming out. И только из-за Ruby on Rails он гей. Ой. Но нет, не об этом, да? Не, не об этом. К сожалению, не об этом. А то так бы, в принципе, давно уже все догадывались. Он признался в твиттере, что он бы и не написал бы сортировку пузырьком на доске. On a whiteboard. В смысле, даже вот в данный момент? Да, то есть вот вызвали его сейчас бы к доске, и скажи, блин, кто там, Дэвид? Старина, напиши сортировку пузырьком, покажи молодняку, как вообще кодить. Имеется в виду кодом или алгоритм, или блок-схемой? Да, да хоть как. Хоть псевдокодом, хоть блок-схемой, хоть чем. Он сказал, что не смог бы. Я, говорит, все время подсматриваю код в интернете. При том, что с тобой мы проходили это в университетах. Я тоже сейчас ничего не смогу. Ну, что ты начал-то? Я помню примерно, но как бы, да, тоже не смогу. Вот, вот, вот. Так, ну продолжай. Что там, Дэвид? Его поддержали многочисленные коллеги. Я не знаю, насколько его поддержали именно, вот, ну, так сказать. Ну, вы поняли меня. То есть, специально поддержали? Или случайно в то же время об этом подумали? То есть, увидели ли они? Ну, вообще, они тоже про рельсы, видимо, увидели. Ну-ка, там какая-то... Садикша. Там какая-то горяченькая, интересно она или нет? Ты можешь попытаться у себя найти. Я сейчас пока попробую. А, это картиночка, что ли? Ёбаный. Это картиночка, да. Только вручную тебе переписывать, ник ее. Ну, ладно. Это как доллар, короче. Потом адик. Не, я нормально, я могу. А ты пока говори. Так вот, привет, меня зовут Садикша. Я работаю на рельсах с рельсами. Может, или с рельсами, в смысле, она один из разработчиков рельсов, или она просто рельс-разработчик. Или она горячая хотя бы? Ну, давай. С 2011-го. Ой, нет-нет-нет-нет, ладно. Я не знаю синтаксиса миграции, чтобы сделать ADDR и MoveColumn. Я каждый раз гуглю. То есть, вот такие откровения здесь начинаются. Ну, ладно. Тим Диркс, некий, пишет, привет, меня зовут Тим. Я лид в гугле уже около 30 лет. Ну, наверное, не все 30 лет он в гугле. 30 лет у него все-таки опыта в программировании. Я так понимаю, мы сразу должны сказать, когда он говорит, привет, меня зовут Тим, мы должны сказать, привет, Тим. Тут как бы сообщество. Все стоят анонимные незнатели кода, незнатели основ. Да. И он говорит о том, что он даже сейчас каждый раз смотрит метод, как посмотреть длину строки в Пайтоне. Ладно, хоть и этого, длину. Да. Но? Майк Накимович пишет. Привет, меня зовут Майк. Я GDE, элит в Нью-Йорк Таймс. Не знаю, кто такой GDE. Ну, можно все... GERAL DEVELOPMENT ENGINEER. GERAL DEVELOPMENT, да. Я... Я не знаю вообще... Ни хрена. Я просто здесь сижу и папки получаю. Я не знаю, что такое NP-комплит. Я сам не знаю, что такое NP-комплит. Ну ладно. No problem-комплит. А что, мне надо знать это, он спрашивает? Ну, короче, это тема, которая периодически поднимается на разных площадках, как нельзя кстати легла на мой собственный опыт, пишет нам Максим, который эту статью, так сказать, ну... Да. Предложил. Презентует нам. Не... Ну, в смысле, да, презентует. Да. Часто, говорит, интервью расспрашивают основы языка, в его случае JavaScript, который включает в себя алгоритмы. Тут, говорит, любой нормальный, и здесь он пишет, что, в принципе, вокруг слова нормальный, возможно, дискуссия, но он наставит именно на нормальном, без кавычек. Инженер сталкивается с двумя трудностями. Во-первых, как бы в работе уже все должны знать, там, Angular, Vue.js, React. Да. И как бы, когда тебя после этого просто спрашивают, а как работать с массивами в JavaScript? Ты уже и забыл. В лужу пернешь. Ты прям... Ты классно нос почесал просто. Ну, нет, с микрофона туда лезут волосики, я не могу, я не почесываю. Я стараюсь не касаться микрофонов, если честно. Ну, давай, давай. Так вот, ты с прикладным дерьмом каждый день работаешь, и вот основы, они у тебя в стеке вообще в ближайшем не находятся никогда. Они тебе уже не пригождаются по факту, если ты практикующий чувак. Если ты не преподаватель в ВУЗе, а именно практикующий чувак, то у тебя скорее паттерны будут уже в башке, чем реально какие-то основы языка. Вот преподаватель ты должен знать, я считаю. Ну, преподаватель стопудово, конечно, что говорить-то. Так вот, это первая трудность, что когда тебя берут и дают лист бумаги и карандаш, ты не можешь гугльнуть ничего. Это типа вообще не похоже на рабочую атмосферу. Работать-то ты будешь не с карандашом и бумагой. Ну, это атмаз какой-то, по-моему. Ну, он как бы согласен, что звучит немного как атмаз, но, ну, если так, опять же, типа, надо тестовое все-таки задание давать. И чувак же тестовое задание будет делать, как он сам сможет. Даже если ему кто-то поможет, ну, блин, может, ему и в работе будут также помогать. Хрен, главное же, чтобы работа была выполнена, так сказать, и все. Ну, тут я не HR, я не знаю, как это все более, так сказать, ну, неправильно называется, а как все это интерпретировать. Но вот Максим пишет, что, кроме этого, нет автодополнения кода, когда ты пишешь на листочке бумаги. Ой, ну это да, контрапробел нельзя нажать. Вот, да. Поэтому еще, говорит, стрессовая обстановка на собеседовании. То есть, согласен, если на тебя смотрят несколько рыл умных. Да. Чего не можешь пузырить? Вот, да. Вот такие чуваки, оно прям напрягает. Ну? И здесь он прям подставит под сомнение, обязан ли программист вообще уже вот, программист, так сказать, high level, высокого уровня, сеньор ангуляр, помидор, должен ли он знать, как массивы работают? Ему уже должно быть насрать, казалось бы, он уже оперирует более высокими понятиями. Ну, мне кажется, вот если мы сейчас спросим нашего соседа по подкасту Умпутуна, хотя он, конечно, дальний сосед, но тем не менее. Он прям такой. Вот мы на первой партии, он на последней, точнее, наоборот. Он, нет, он как раз на последней, он сидит и даже, ха, все знает, мотает пакетом. Вот, да. И он, короче, это, он-то, скорее всего, тебе скажет, что знает сортировку пузырьков. Я боюсь. Ты же понимаешь, что такие люди, они прям вот отдельные, так сказать. Ну, вот, к сожалению, или к счастью, не знаю. Да. Здесь вторая трудность, это является следствием фундаментальной особенности цифровой эры. Если он поясняет на то, что китайцы, они вот раньше, точнее, те, кто учили китайский, надо было прям сильно запоминать иероглиф. Ну, какой-то там из навещий китайского, да? Да, неважно. Вот любой, просто иероглиф. И чтобы знать, хоть simple, чайнис, хоть traditional, надо знать тупо иероглиф. И я вот, как бы, когда еще был немного причастен к этому, я вот всегда скептически к этому относился, в том смысле, что стопудово иероглифы делятся на части. И эти части что-то означают. Вот, например, туго-серия, вот слово из двух корней. Стопудово иероглиф состоит из двух, как бы, частей. Одно, что связано с тугой, а второе с серией. Конечно. Но вот здесь он говорит, что это ни хрена не так. Да не, ну, ладно. Но это, скорее всего, и так не так. Но, допустим. Ты имеешь в виду, китайцы, когда рисовали иероглифы, они основывались на рисунках, скорее всего. Да, да, да. Перенимали просто там птиц, рыб. И части... Я с тобой согласен, что должна быть какая-то основа, по идее, да? Вот у них классической этимологии нету, видимо, в китайском. Ну ладно, хорошо, окей. И вот, типа, был пхенинь потом. Это когда ты можешь рукой, так сказать, написать туго и серия. Хотя бы китайский иероглиф и тугой, и срать указываешь, и он хоп тебе туго серию показывает. Чуть-чуть надо рукой начертить там на iPad или на iPhone, можно прям пальцем. Прям в клавиатурах добавляется, и прям в клавиатурах можно рисовать. Как это к теме-то относится? А к теме относится, что вот раньше так нельзя было, и вот хоть со словарем ходи. Хоть говори, хоть на серии. Опять же. Так. А теперь не можно, и все, уже нет назад дороги. Не можно. Уже надо знать пхенинь вот этот, и все круто. Ладно, хорошо. И вот он думает, что вот все, надо уже смириться с тем, что при приеме на работу компьютерщиком надо давать компьютер, а не бумажку. То есть это скорее гайд даже не для поступающих, не которые на интервью. Это какие-то вредные советы, на самом деле. Не, это, по-моему, скорее гайд для людей, которые принимают на работу. Вот, статья-то для них. Ну да, только им насрать на это, они будут принимать как хотят, просто потому что могут. Да просто странно, зачем тебе отсеивать кучу людей, которые действительно смогут тебе помочь в работе, только тем, что ты задашь очень каверзные вопросы на интервью, которые решит вообще практически никто. Что? Тебе смысла нет отсеивать, так ты просто говна поешь. Ты будешь столько людей через себя пропускать. Ну а вдруг ты будешь искать именно того самого, который как умпутун с последней парты придет тебе пакетом махать. Он тебе... Потом будет следующий вопрос. Сколько вы хотите зарплаты? Он тебе скажет, сколько зарплаты, ты скажешь следующий. Он скажет, вам в Сан-Франциско жрать не будет. В город Средизко, да. И все. Но вообще, вообще, здесь он пишет, что... Другими словами, он считает, что успешно работающий программист, он должен уметь и знать, как быстро восстановить знания. То есть он, в принципе, понимает, что есть ООП. И если ему надо, он быстро где-нибудь подсмотрит. У него есть или настольная книга, или настольный ресурс. Возможно, такие программисты, кстати, даже лучше, чем те люди, которые просто зазубрили. Тем, что они могут любой язык или любой новый фреймворк взять и быстро разобраться. Осознанные, так сказать. Ну, не все так однозначно, на мой взгляд, и на взгляд этого самого чувака. Здесь не надо в крайности. Мы не про тех людей, которые сразу на стэк оверфлоу идут. Вообще не про них. Это фу-фу-фу. То есть, ну, я, на мой взгляд, основы все-таки надо знать. И no excuses вообще, если вы их не знаете. И как бы вообще, кто говорит, что фу-фу-фу, это просто те чуваки, которым лень их научить эти основы. Хотя бы перед, так сказать, ну, интервью. Не бухать ты, Миша, за день. Ну, конечно. То есть, ну, это как ЕГЭ, он не готовит тебя к предмету. То есть, когда ты готовишься к ЕГЭ, ты не к предмету готовишься, ты готовишься сдавать ЕГЭ. То есть, ты алгоритм ЕГЭ заучиваешь. И это тоже надо в какой-то момент пройти. И перед интервью надо не просто работу говорить, а вот, ну, поучиться, как проходить интервью. Типовые вопросы узнать, типовые ответы. Ну, да. Это, так сказать, ритуал, понимаешь? Это как вот встречание с новой женщиной. Все равно тебе придется дарить там цветы, конфеты, как-то ухаживать. Все понимают, к чему идет. Все понимают, что вы, в принципе, подходите друг к другу и так далее. Но вот прям полный объем внимания надо уделить. Вот объем внимания HR-ам тоже нужно уделить этот. И пока ты его не уделишь, тебя не примут нормально на работу. И они, и ты будете сидеть с лицами, кирпичом и понимать, что все это фарс между вами сейчас. Что сейчас вы разденетесь? Что? На самом-то деле. И начнется. Но надо все равно все вот эти стадии обязательно пройти. Это necessary evil. Базара нет. Мне нравится. Круть. Это можно уже, как наше мнение? Уже можно. Ну, все тогда. Уже можно. How to? Как говорить о своих сайд-проектах? Статьяна Фрик Коуткемпе. Понимаешь, сайд, я, господа, вам отмечу, не тот, который сайд, а сайд как сторона. Сторонние проекты. Сторонние. Автор Тейнера Кристенсен. Как Хайден Кристенсен. И он продукт-дизайнер в Фейсбуке. Окей, то есть он не хрен собачий. Не вообще не ХСГР. И он, кроме этого, еще author, developer. А он, интересно, атист, он вот это нарисовал дерьмо или нет? Illustrations by Andrew Colin Beck. Бек, точнее. Не он нарисовал фигню. Хорошо, тогда давай, что там по теме? Что он нам хочет сказать этим всем? То, что сайт проекта рулит. Что же он там? Он говорит о том, это все про интервью. То есть когда мы в начале подкаста сказали про то, что у нас для вас громкая тема, как себя вести, что делать на интервью с работодателем, мы имели в виду целых две темы. Как мы вас разыграли. Как из двустволки. Вольнем. Да, одновременно с двух курков. И все. Как у охотника. Как у смычка, как Сашу Грей. Как у охотника из Баксбани. Точно. У него двухствольное ружье. И, по-моему, у него сразу тоже там два курка. И он стрелял одновременно, из них дымок там потом шел. Два смычка. Ну, давай, говори, продолжай. Так вот, я, говорит, помню, как я сидел на интервью на Facebook. Имеется в виду, что он баллотировался в... Используйте его. Но нужно начинать сначала с тем, какая у вас стояла перед вами проблема. Типа, блин, вот я хотел вот сделать так, чтобы вот автоматизировать такой-то процесс. Потом рассказать о том, как вы к ней подступились. Я там до хрена книг прочитал, сходил там со всеми поговорил. Потом сказать, какие у вас были челленджи. И говорить, блин, вот все шло хорошо. А потом я уперся в то, что вот переполнение типов было жесткое, прям до свидос. Но я выбрался все-таки. Из типов. И в итоге, да, в конце сказать, что вот и, слушайте, чуваки, проект-то живет и так далее. Понимаешь, сразу надо оговориться. Не надо говорить о своих сайт-проектах, если вы, допустим, кальяна раскуривали до этого. Потому что вы пришли программистам устраиваться. И не надо говорить, что вот у меня была проблема, я хотел раскуривать кальяна. Я взял один кальян, у меня не было табака. Пришлось взять волосы с лобка, заварить, но они как-то были не очень. Вот это не надо. Ну, вообще здесь он, кроме шуток, говорит даже и не по специальности. Потому что он говорит, что это вас как личность охарактеризует. Если вы дотошно раскуривали кальяны в молодости, то вы сейчас здесь дотошно будете хорошим UX-разработчиком. А, хорошо, так. Что это характеристики личности вашей показывает. На гитаре играл, например. Да. Если вы прям уигрывались на гитаре, по пять ночей подряд в клубах отыгрывали, то сразу говорит, о, наш клиент. Так, может быть и чувак, который вас будет интервьюировать какой-нибудь из отдела разработки, он скажет, да, слушай, ты можешь этот? Smoke on the water. Ты им над водой можешь? Ну, это смешно, но идем дальше. Вот он говорит, я, говорит, помню, как я у Фейсбука сидел. И, в принципе, я работал в тот момент по онлайн-маркетингу. И устраивался на, хотя нет, но он на продукт-дизайнер устраивался. Но все в моем портфолио было про имейл-маркетинг, копирайтинг и технические SEO. В принципе, мне бы, скорее всего, сказали, слушай, ты чувак, ты чего вообще пришел? У тебя как бы портфолио, а не об этом. Ты трубы чинил перед этим. Какого хрена? Ну, не совсем трубы, но да. Но меня так, говорит, не развернули. И вообще все было круто, я получил работу. А знаете, говорит, почему? Потому что я начал говорить, я вот, в принципе, по жизни маркетировал пару задачек у меня. Просто, знаешь, вот ты приходишь, допустим, говорить, что давайте, чуваки, я вам сделаю сайт. И ты не просто сухо показываешь, что вот мои предыдущие работы. Вот мы оборудовываем. Вот это верстка, да, верстка именно. У меня верстка. Так. А ты говоришь, что я решал проблемы людей. А ты прямо говоришь, блин, вот был у меня один клиент. Вот у него была там старая база отдыха заброшенная. Так. С привидением. И после того, как я ему сделал сайт и раскрутил его, до сих пор он слитки золотые вывозит прямо оттуда. Какает ими? И писит, возможно, тоже. У него выходит каждый раз камни, он орет, но ему все равно нравится. Да ему нравится, потому что это золото. Вот да. Чистейше. И ты говоришь, что вот сложно было поначалу, потому что, в принципе, надо было ввалить до хрена бабла и так далее. Но мы справились, оно отбилось и так далее. И чуваки, они не просто смотрят сухо, блин, да, у него верстка там была и так далее. Вот, 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 да. Они, у нихрена он проблему зарамсил. Вдруг он и наши проблемы также зарамсил. И столкнулся с такими и такими и решил их. Да, да. И вот здесь топ-хайлайт этой статьи, что сайт-проекты, они на самом деле могут быть охренеть какими важными для вообще, для разговора. Потому что это показывает о том, как вы работаете. Не что вы делаете, а как вы работаете. То есть, видишь, даже прочистка труб и раскуривание кальянов, ну, то есть тоже прочистка гибких труб, она на самом деле показательна, образцово показательна. Ну, я согласен, особенно если смежные профессии. Допустим, ты был управленец, опять же, там, ну, в магазине, условно, и хочешь быть управленцем в IT-сфере, например, то, в принципе, почему бы нет? Мозги-то у тебя, как бы, на месте. Да, да. Как крести дураки на месте. Да. Что, козыри, крести. Так вот, ну и здесь, вот, мы во вступлении уже об этом сказали, я не считаю нужным здесь сильно останавливаться на этих пунктах, но проговорим. Для начала начните с проблемы. Расскажите о том, что вот произошло до проекта. Что вот там ваш клиент терпел жесть, какие убытки, просто до свидос. Вы тоже там сидели, жрали говно, а потом вот вы вместе сошлись, поднатужились, и все хорошо. То есть, как бы, нужно, он здесь еще по поводу каждого этого пункта говорит, вот посмотрите, как я писал про вот это вот, про SnapLight. Это какое-то у него приложение, его сайт-проект, и вот здесь прям написано, что изначально я просто чисто так по выходным занимался, а в результате на Старбаксе про него сказали. Я не знаю, как в кофейне могли сказать про приложение, но Featured by Starbucks. После этого сказать, почему, как именно вы подошли к этой проблеме, к решению этой проблемы, как вы к этой ситуации подступились. Это прям круто. После этого челленджи. С какими испытаниями пришлось столкнуться в процессе разработки. То есть, там сказать, что там, вот да, опять же, не спал пять дней. И чуваки поймут, что, блин, у него выдержка, он прям обязательно. Если он пообещал сделать в срок, он сделает в срок. И неважно, что это было, убрать снег у бабушки через дорогу, ее перевезти после этого еще потом. Или вот нам по работе помочь непосредственно. Он здесь сразу-сразу предлагает историю, как он делал brain bean какой-то. Как всего лишь несколько месяцев работ превратилось в три, в топ-три платных приложений на iPad. Хотя даже не платных, а просто в топ-три. Представляешь, да? Вот ты слышал про brain bean? Я тоже нет. А чувак из фейсбука прям вот... Не, может быть в топ-три по Англии только, по Бритон, или только по Америке. Или только по West Coast. Согласен, но если бы мы были в топ-три по Америке, я бы тоже не отказался. Я бы не отказался вообще. Хотя бы в топ-три подкастов, если бы мы были. Ну да, я это имею в виду, конечно. И в итоге говорите о результатах, что, блин... И, кстати, здесь сказано, что незаконченные проекты, это на самом деле неплохо. То есть про незаконченные проекты тоже надо говорить. Типа, и вот я в данный момент работаю, и до свидос круто. То есть и даже это может судить... Не судить... Блин, не могу слово придумать. Это может указывать на то... Говорить о вас. Да, говорить о том, что у чувака столько было испытаний, но он все еще не отступился. И, возможно, у него все получится. Вам, может, еще на это денег дадут, и еще и наимут. Ну, ты же понимаешь, да? Что, скорее всего, надо это говорить все-таки в последнюю очередь. Сначала надо скиллы своей работы сказать, а потом уже про интервью. Ну, вот тут чувак реально говорит, что он прям с этого и начал. Ну, если у тебя больше нечего... А у него, видишь, не было скиллов других. В смысле, у него не было скиллов именно рабочих. То есть ему говорят, опыт работы ваш по этой специальности. Он говорит, ну, у меня как бы нету, у меня другой опыт работы. Но у меня зато есть сайт-проект. Ну, вот, да, я бы про шут посмотрел этого интервью, чтобы понимать вообще. Возможно, он написался там, сидел. У него мокро стало под собой, но он про сайт-проекты хрен начал. И вот Сукерберг лично на него смотрел. Да, с женой со своей азиатской. С женой. Непонятный. Да. Кстати, самое главное здесь в конце, типа, нужно сказать, а что бы вы сделали по-другому, если сделали? А, в смысле, в сайт-проектах конкретно? Ну, вот полностью история про какой-то проект. Вот была у вас проблема, вот как вы ее решили или не решили. А, окей. Но сейчас, по прошествии времен, то есть это будет показывать то, насколько вы способны анализировать свою работу. Блин. Ты такой говоришь, блин, вот все хорошо, но вот там я вот осекся. Вот там надо было вот доработать. Слушай, он как будто готовился перед тем, как он будет впаривать свои сайт-проекты. Он сначала узнал, как их впаривать правильно. Возможно, первые разы он и неправильно их впаривал. А потом он уже как бы пропустил это все через себя. И вот говорит нам итог, что вот говорить о своих сайт-проектах, это на самом деле сила. Для лохов могила. Да. Просто я вот так могу сказать, что это руководство, оно не только для интервью. То есть это у нас мостик из интервью в нечто большее. Потому что, ну, это же можно просто в блогах писать, например. Это просто говорит о том, как себя преподносить. Себя можно преподносить вот по этой схеме. Какие проблемы у вас? Как вы к ним подступились? Как вы их решили или не решили? И что бы вы сделали по-другому? Это прям вот, ну, готовый шаблон для сторителлинга. Жизненно, да. Жизненно, блин. Можно это как наше мнение засчитать? Я засчитываю. Я засчитываю, потому что, по-моему, здесь уже больше емче не сказать. Емче? Емче не сказать. Предлагаю перейти к достаточно толстоватой темке. Хотя бы... Подожди, серверлесс. Ни хрена она не толстоватая? Ну как не толстоватая? А, в этом смысле. Согласен, согласен. Покрыта каким-то. Плотненькая, плотненькая тема. Когда ничего не скажешь. Я пытаюсь сейчас у него на соитетском, на звездочку какую-нибудь нажать, анимацию и какую-то... Но нету. Ни хрена нету, потому что переделывается толстый сайт постоянно. Как вы догадались, речь идет про Криса Койера, про нашего старого знакомого. А такого одностороннего знакомого. Мы с ним знакомы, он с нами нет. Как, собственно, и все остальные наши знакомые. Как и все мои друзья в голове. Термин серверлес, бессерверный. Ух ты. Какое тебе больше всего слово напоминает? Что еще лес бывает? Фирлес, бесстрашный. Блин! А тебе? А мне... Диклес, не знаю. Ну, это... Мне тоже это придумалось. А мне первое, что пришло. Да, ну вот... Ну ладно, окей, давай. Семантически верное слово. А вот словарно... Духлес! Вот! Это уже Пелевин, да, пошел? Это бездушный получается? Пелевин, я правильно помню? Не, мне кажется, это... Минаев? Да. Ну-ка. Духлес. Я просто сейчас только задумался над смыслом... Да, Минаев. ...смыслом этой одиомы, или как это назвать. Вот Духлес, это чувак, который без духа? Бездушный? Без души, без души. Окей. А что не душ, а лес? Соллес. Соллес. Ну, видимо, это соллес, такой вольный перевод. Хорошо. Возможно, Минаев именно соллес имел в виду. А здесь у нас свой Минаев, толстенький. Говорит, что вот не надо сервера, оказывается, да? Да, нет, он нет, он говорит, он говорит, много сейчас используется термин серверлес. А причем, да, он же именно в скобочках серверлес. Он в кавычках, да. В кавычках, ну-ну. И он говорит, типа, часто вообще использует этот термин. Здесь по ссылке тег серверлес у него. Именно только на его одном сайте, CSS Tricks, и видно, что да. Часто это говорится. Это говорится по отношению к облакам. Что, типа, у вас бессерверный будет, так сказать, проект. И он каждый раз у него в башке всплывает, типа, Come on, bros, you are still using servers. Типа, даже если вы, как бы, без серверов, это все равно сервера. И он говорит, неважно, это или старый компьютер в подвале вот в церкви, или как раз вот этот серверный, серверный blade сервера вот эти, которые можно... Rate массивы? Да, hot swap менять туда-сюда. Ага. Или облако, это неважно, это все равно все сервера. Здесь смешная картиночка. Оригинальный стикер Криса Уотерсонса. Что нет никакого облака, это всего лишь чей-то компьютер. Ну да, да. Это круто, мне нравится. Немножко разочаровывает. Ну, не знаю, по-моему, все равно это круто. Прикольно, прикольно. Да, я, говорит, пару раз-то позакатывал глаза над термином, а сейчас я, как бы, просто говорю, что это говно. Не надо так делать, потому что, по факту, это дезинформация. То есть, неюфаги, они прямо будут думать, да фу, у вас сервера, это говно. Нет, а у меня другой вопрос. Вот этот термин, его кому нужно говорить? Заказчикам, другим людям, вы еживаться. Где это говорят? Это чуваки, которые продают облака, говорят стартаперам новым. А, окей. То есть, фу, сервера, это такой out old school. Такой call. Такой 2016. У нас вот serverless теперь, и все круто. Хорошо. Вот, и поэтому, говорит, в принципе, понятно, почему термин возник. То есть, это другое использование серверов, чем раньше. Это, так сказать, сервера on demand. Ну, то есть, вот чем облака отличаются от традиционных хостингов? В хостинге они работают и работают. Компьютер всегда заведен или виртуалка. А если это облако, то сервер, сервис точнее, он поднимается вот по требованию, так сказать, отдает какие-то значения и тушится. То есть, оно все как-то крутится, и ваша опиха, она отвечает на запросы, а пока запросов нет, она не работает. И у вас идет оплата именно по использованию. Для каких-то приложений, для каких-то кейсов, это прям вот стопудовый вариант, надо так делать, это будет просто экономичнее и логичнее. А для каких-то, вот, например, сайт uwebdesign, зачем так делать? Зачем его в облаке хостить, если, ну, не имеет смысла никакого, он всегда должен быть доступен, и, ну, у него нету таких, как бы, периодов и так далее. Если просто облака всегда у вас будут гореть, то это, до свидания, дорого. Я просто еще хотел сказать, знаешь что, некоторые люди просто скажут, не, ну, это более bulletproof, например, короче, что, типа, вот, у тебя, то ли у тебя сервак стоит, там, рядом с холодильником, то ли у тебя, там, где-нибудь на Амазоне все, там, облако и т.д. и т.п. Но, мы недавно помним, кто слышал новость, Amazon Web Services, там, их S3 знаменитый, их S3 упал, и вся Америка без работы сидела, там, несколько часов. Да, все твиттера, все вообще отвалилось. Они там обосрались по полной, причем, там, реально, опять же, тот же самый Ампутун, если вспоминать, он написал в твиттере, пошел гулять, говорит, делать нехрен, работы нет. Вот, да. То есть, ну, ну, конечно, это более, так сказать, отказывает, ну, можно и просто хороший хостинг выбрать, например, Smart Tape, uwebdesign.ru slash Smart Tape. Нет, это более отказоустойчиво, потому что ты за это платишь деньги, и у тебя заботятся люди об этом. Так ты за хостинг тоже платишь деньги, я буду парировать до конца. Да, я имею в виду, что, ну, вот, нет, если ты сам сервак сделаешь себе, как дурачочек, сделаешь отдельную банку сервак, она у тебя будет, тебе ее самому придется обслуживать, мейнтенить, вот. Ты как бы сэкономишь на том, что не будешь платить Амазону, да, но ты не сэкономишь на том, что у тебя будет все падать каждый день, надо будет поднимать сервак. Сайт менеджит решение, когда у тебя как бы хостинг, но его за тебя делают люди. По-моему, вот менедж ВП или какой-то такой оператор хостинга, они прям именно этим и занимаются. То есть ты просто говоришь, вот мой WordPress, а вы сделаете все хорошо, там, все кэширования, все говно, то есть все, что серверное вообще может быть, вы прям вот, так сказать, позаботьтесь обо мне. Вот, да. Ну ладно, немножко поговорили про серверлос. Какое твое мнение? Как тебе термин? Ну термин действительно странный, он запутывает людей. Ну это просто типа трендово. Это трендово звучит. Это все такие классные. Как-то чуваки еще придумали этот термин. Ну это маркетинг, маркетологи, они прям сидят, и вот они-то не пошли гулять, когда АВС отворяется. Они-то высасывали спать. Они-то дальше пошли курить траву и выдумывать все это хреново. Да. Мы переходим к нашей новой рубрике, кстати. Александр, нам нужно сказать, что у нас небольшая такая тестовая рубрика, и она же называется пока что тест сайта. И сайт называется Tested. Да, смотри-ка, у нас все тест-тест-тест сегодня. Я, честно говоря, сейчас для экспириенса этот сайт нашел Саня, а я первый раз захожу на нее. Вот первый. Я практически как невесту до этого не видел его ни разу. Так. После брачной ночи, или до брачной ночи. Не пробовал его. Я надеюсь, что наши слушатели каким-то образом потом посмотрят, а наши зрители все видят, что Tested.com, ну такой, ну нормальный сайт. Я смотрю на него, вижу гугл-рекламу огромную. У меня там Torment рекламируют. Да, у меня тоже Torment игру. И я вижу, что в логотипе написано Adam Savages Tested. Какой-то Adam Savages. Я, типа, не знаю, кто это. Думаю, хм, это его сайт, окей. Смотрю дальше, смотрю дальше. Почему же Саня мне предложил эту хреновину? Так, так, есть ли знакомые лица вроде как? Тут есть видео. Вообще, мы проверяем, да, я сейчас скажу, чем занимается Никита. Он занимается UX-тестированием сайта. Насколько незнакомый человек, зайдя на этот сайт, понимает вообще, о чем речь, что такое, может в нем ориентироваться, и да. Вот, я вижу здесь newest video категорию. И превьюшка. И здесь для меня знакомый, в принципе, чувак в кепке. Это чувак из Разрушителей Легенд. Но я, честно говоря, не помню, Adam Savages это он, или это чувак, который второй с ним был. Я не знаю, я иду дальше, скроллю. Вижу more things tested. Так, тут что-то они еще всякое делают. Какие-то пистолеты собирают маленькие. 3D принтер, пистолет классический. Видимо, Adam Savages это все-таки чувак в кепке, потому что я дальше вижу снова видео, и это все про него. Это, видимо, да. Да-да-да, это про него. Я понимаю, что это его сайт, скорее всего, посвящен, возможно, его новому шоу. А, возможно, это просто его сайт. Я не могу понять, пока видео с подкастом у него есть наверху. Ну, для меня пока до конца непонятно. У него даже про еду есть. Да, есть фуд рубрика. Вот, и это типа, он сам для себя сделал? Или это новое шоу будет? Или это что это? Или это просто он уже живет в интернете с помощью tested.com? До конца непонятно. Я сразу могу сказать, что по понятливости, то есть по информативности того, что я вот хочу получить от сайта, не до конца понятно. Не сразу, спорно, спорно, опять же, о чем сайт конкретно. Вот именно о чем. Главная идея сайта мне непонятно. Об Adam Savages, видимо, и об его тестируемых вещах, наверное, каких-то. Ну да, но как бы вот структура все равно дикая. Ну, допустим, шапка. Допустим, эти. Идем по... Ну, короче говоря, спускаемся. Сверху вниз. Да. В самом верхнем у нас 4 ссылочки в соцсетях. Если вдруг меня интересует подписаться на YouTube, там, по RSS, или в Facebook, или в Twitter, ну, допустим, вот я... У него на YouTube 2,6 миллиона подписчиков. Да, ну, даже 2,7 почти. Да, 2,7 почти. Кстати, кто-то из наших подписчиков YouTube Design даже подписан на него. Как минимум трое здесь вижу. Но, по-моему, трое это максимум, сколько показывать. Мне кажется, просто он перевел. Он полностью себе отобрал разрушителей, короче, канал. Как только понимаешь, нет. Вот этот Tested.com, он начался, на самом деле, еще раньше, чем закрыли разрушители. Ммм, то есть это сайт проект тот самый, который Джигер Берга рассказал. Дата регистрации 2010 год. А разрушители закрыли, там, ну, в 2014, там, или каком-то таком. А когда он спевал все, и там, и там, хреначить, что-то с двух рук. Вот, вообще непонятно. И я хотел бы этого увидеть на сайте, на самом деле. Ну, окей. Так, переходим обратно к сайту, вернемся. Дальше. Two hours of awesome. Tested the show 2016. Это ведет на какой-то премиумный видос. Несмотря на то, что, как бы сказать, ссылка разделена, типа, на две части, на желтую и белую, обе части ведут на видос. Веден на сайте. Да. Это, типа, превьюха, вроде бы. Что, типа, все хайлайты за 2016 год, я так понимаю. The full run of our 2016 live stage show. А, это запись того, что у них вживую было где-то в каком-то зале, а не концертном. Именно концертном. Причем это премиум закрыто, и надо subscribe. Сразу, сразу премиум. Зачем мне давать сверху ссылку на сразу премиумный ресурс? Чтобы я сразу наблевал от того, что от меня тут денег хотят, что ли? Ну, как-то это странно. Но у него и в меню премиум голубым выделено. То есть, типа, в принципе, он монетизирующийся. Ну, да, да. Он премиумный чувак. Даже выпадающий в премиуме, оно тоже есть. Причем, ну, нет, они разные. Премиум контент это просто на слэш премиум, и там рассказывают, что премиум это премиум. Как на порно-сайте можно бай-мембершипом стать, и нормально будет. Да, просто премиум это категория, и там, естественно, у них вот дама есть, и много дамы фигурирует в премиуме. Ну-ка. Сейчас зайду, дамы в премиуме. На поклонскую чем-то. Это мне надо на что нажать, на премиум? Да. Просто? Премиум, премиум. А, вижу, дам, да. Нормальные дамы. Продолжай. В какой-то, так сказать, ну, чем-то она мне поклонскую напоминает, чем-то Линдси Стирлинг. Вот такой, обоминающий из двух. Ничего премиумное посмотреть, естественно, нельзя. Все сразу заблокировано по тебе, как на порно-сайт. Бай мембершип. Я так понимаю, здесь планов несколько еще. Ну-ка, может быть, хотя бы в премиуме будет описание какой-нибудь нормальной сайта. Эксклюзив лимитит тайм оффер, бла-бла-бла. Всего 40 долларов в год. Кстати, достаточно дешево. Да, в год, да. На трехаусе месяц стоит 50. Голд. Ну, окей. Я думаю, что чувак и так уже богатый, видимо. Хотя, слушай, монетизируется. Хотя, здесь написано Choose Plan Choose, а нет никаких планов, кроме просто годового. Что? Какого хрена? Видимо, у самого Адама Савельджа уже есть план нормальный такой, и ему хватает. Или это сейчас из-за того, что, так сказать, ну, лимитит тайм оффер, нет никаких планов. Здесь сейчас еще у него есть конкурс. Если самый лучший косплей дизайн сделаешь, бесплатно дадут. Премиум. Блин, короче, вот уже непонятно. Комик-кон лимитит тайм оффер. Видимо, из-за того, что Комик-кон, все уже засрано им. И кто знает, тот поймет. Но вернемся к главной. И посмотрим, что такое Эксплор. Эксплор, это просто рубрики. Старворс, Комик-кон, тех, фуд, арт, сайенс, премиум. То есть, это 6-7 таксономий. Надо сказать, что Старворс, это не просто Старворс, а чуваки из Разрушителей, они занимались именно вот атрибутикой вот этой Старворсовской. Дроидами в том числе. Именно дроидами, да. Поэтому это не просто увлечение этих пацанов, это конкретно вот отдельная рубрика под их разработки, какие-то там научные, ненаучные в Старварсах. Вот да. Во франшизе Старварс. Надо сказать, что просто ссылка на Эксплор ведет на тех. То есть, тех, это главная рубрика. Видео дальше пошло. И это, я так понимаю, другой пост-тайп. Я уж не знаю, можно оперировать здесь вордпрессовской терминологии или нет. Мне почему-то кажется, что можно. Возможно, даже и вордпресс. Да, я согласен. Давай сейчас попробуем посмотреть на... Сурсы, на соусы. И элементы что-то мне не... А, нет, вот вижу хед. Я пока хочу сказать, что, кстати, у них responsive сайт, все нормально. Да, я тоже хотел проверить, сейчас ты меня опередил. Меня просто недавно стримали о том, что, а что вы не проверили, как вот там это, responsive, не responsive, вот это все. Мы, кстати, это раньше так делали часто. Да, но, видишь, мы раньше... У нас вверх была везде. Не, здесь нету, так сказать, следов вордпресса. Я сейчас вополайзер использую. Это программка, которая ловит, типа, что на сайте. Я пока вополайзер использую. Она почему-то у меня, это... Завелись у меня кулера, и все плохо стало. Ладно, videos, в общем. Это просто все посты, которые именно видеопосты. И там, опять же, фичеры, Inside Jamie's Shop, Adam Savage Cave. Это все рубрики. Рубрики и подрубрики. А у него что, еще пещерка какая-то есть? Не знаю, видимо. Потому что просто последнее, что было с Jamie, оно 2015 года. Хотя последнее, что было с Адамом вообще 2014. Здесь, видимо, не по дате отсортировано. Или они просто уже забросили эту рубрику? Нет. Дальше там есть и 2016 года. Там странно. Зафичеренное старье. Может быть, popular какие-то. Да. Дальше у них есть подкаст. И подкаст у них... Что? Что? А, у подкаста есть рубрики. Creature Geek, Bunch of Deads, This is Only a Test. Короче, есть по факту типа 5 подкастов. Когда он успевает-то это все? Или это не только он? Не, ну там у них уже команда. Там у них уже Dream Team, я так понимаю. Поэтому... Ладно, окей. Я так понимаю, это видеоподкасты, да? Или нет? Да. Как у нас прям. У нас... А, ну да. Да. У них здесь прям видео, типа что еще с лицами. Видеолюдей. У нас как бы скринкаст, а там да прям... Да, у них прям именно видеоподкаст классический. В некоторых моментах они все сидят в комнате, просто идет съемка, как они базарят. Ну то есть там снимают стол с микрофонами, по факту. Мы могли бы тоже такое замутить, но это дохрена делов, к сожалению, слишком сильно. Самое главное, что это выкладывать не имеет смысла, кроме Ютуба, никуда. Потому что в iTunes там упороться. Да. Есть форумы, и там классические форумы. Есть шоп, в котором ну просто понятно, что. Мерч, мерч. Причем, когда внутрь шопа заходишь, там меню другое совсем уже. Ого, я вижу, да. Как, типа, что? Ну это, потому что это на другой платформ... Это вот все классическое. Угу. Походу, да. Когда я на сайнап делаю, есть просто регистрация не премиумная. Как понятно. Ух, ё-моё, тут сразу все поля. Там зип-код, стейт, провайнс, провинс, сити. Ну, короче. Там надо отдать Адаму Сэвэджу лично все данные, чтобы он просто тебя держал за шкирку. Угу. Угу. И надо заметить, отдать должное Бабичу. Здесь есть бокс с серчем. Но, надо, как бы сказать, сказать, что очень маленький филд. Вот я туда пишу, и там пять букв буквально влазит. Очень маленький филд, базар нет. Если я перехожу на мобильную версию, как-то сжал, то там этот серч уже только по нажатию активируется, чтобы, типа, много места не занимать. Менюшка становится гамбургер-меню, только тут гамбургер такой, так сказать, ну, буквой F, как будто бы. Ну, кстати, поиск работает, я сейчас ввел слово дек, и там выдает всякое. Ну-ка. Ну, особо деков не выдает, имеется в виду, что... Ну, здесь у них есть чувак какой-то, мастер гик. Мастер дик. Да, мастер дик, простите, дик смит. Ну, и вы, да, там можете увидеть, как они гримы делают, накладывают там, до свидания. Ну, в общем, у них здесь много всего, но я-то просто, это Никита по первой здесь смотрит. А ты порылся. Я порылся чуть-чуть, и, ну, кроме того, что у них есть в сайдбаре виджеты, типа, там, отправить нам письмо. У них все очень классически, кстати, сделано, да, в стиле вот WordPress'а и виджетов. Да, The Essentials. Как именно, вот, отбирается, так сказать, тема из The Essentials, я не знаю. То ли это рандом, то ли это какой-то флажок внутри поста делается. Потом recent videos в сайдбаре. Потом опять Google рекламы, до хрена. Сам подкаст на листинге выделяется сереньким немного, то есть там чуть-чуть другой формат. У видео и у премиумов у них кнопка «Коммент», у больших статей у них кнопка «Read more». На хрена столько рекламы, у меня вопрос. То есть, я думаю, что это Адам Сэвидж, он вообще ничего не получает с этого сайта. Скорее всего, ребята, которые занимаются этим сайтом. Нет, я думаю, что он уже живет все-таки этим. Ты думаешь? Ну, то есть, вообще, у него сейчас, если на его твиттер перейти, как вообще я на этот сайт набрел? Мне давно хотелось узнать, чем они сейчас занимаются. Разрушитель легенд, потому что я очень любил это шоу. После того, как они подразвалились, да? Да, да, да. И я к нему перешел, и он прям пишет, что я сейчас занимаюсь tested.com. Ну, окей. Так, короче, я до толстого футера дошел. И там, там, внимание, есть кнопка «About», ух ты, которой нигде нет сверху, но она есть снизу. В самом толстом футере «Most popular», «Most recent», ну, это вполне понятно, по каким признакам. И «Follow», опять же, «Find us on Google Plus» есть. Причем там просто кнопка. Не кнопка, а просто ссылка. Дальше «Whale Rock Industries» — это, видимо, создатели сайта. Ну-ка, посмотрим по тебе, только они зарабатывают. «Digital Television Film Beyond». Ох. У них, я так понимаю, это какое-то у них большое, так сказать, подразделение. Потому что под ними даже Ким Кардашьян ходит. Здесь есть «Kim, unlock my world». «Get for iPhone», «Get for Android». Или это приложение, тут для лейкерсов они сделали. Ну, это, видимо, приложение, да. Это игры, видимо, для Ким Кардашьян. Угу. А ты это где смотришь-то вообще? Я на «About» перешел. Не, я не перешел на «About», я футер все еще оглашаю, как список. Кроме этого, у них там есть «User Agreement», «Media Enquires», «Privacy Policy» классические. Так вот, «About». Только тут я на него смог перейти. И здесь-то уже сказано, кто такие тестит. Это Джейми Хайнеман и Адам Сэвач из «Разрушителей легенд». Они там суперкрутые чуваки, бла-бла-бла. И также Уилл Смит и Норман Чен. Уилл Смит. И вот именно они, да, запустили тесты в 2010-м еще. Это их сайт изначально. Адам их поглотил просто, как рыба-гувер большая. Вот дерьмо. Вот. И они-то, видишь, они вообще легочи. Они лего там собирали. Я вижу это. Это вот как мы с тобой. Да, да, вот у нас, если бы Адам поглотил. Ну, я бы, в принципе, не против был. Но не знаю, на каких это условиях у них там произошло. В общем, и теперь Адам с Джимми, они еще контенты сюда делают. И те, считай, делятся их дерьмом. Но они, получается, по сути, их раскрутили. Они селебрити все-таки. Ну да. Среди за дрогой. То есть понятно, что Tested.com бы все еще там был где-нибудь в андерграунде. Очень сильно. Очень сильно. Там все еще в свитерах бы все сидели. И здесь написано, что я могу вообще прочитать. И здесь прочитать. Здесь мы понимаем, что это вообще-то просто блог. Просто блог с видосами. Ага. Почему в самом верху не сказано было, что Tested – это ваш там гид в мире там гиковских видосов. Вы можете просто здесь их смотреть, там читать статьи, и все прикольно. Где вот хотя бы хоть какое-то авторское приветствие? Согласен, нет. Но на youbdesign.ru тоже нету, например, у нас. Над этим нужно работать. У нас сразу есть, я насколько помню, о проекте. Прямо в меню. Да, у нас есть о проекте. И там, по-моему, я об этом и пишу. Спасибо тебе, там, бла-бла-бла. Посетил наш ресурс. Здесь ты найдешь много интересного. Здесь прям вот по категориям. Видеоролики, статьи, ссылки. Согласен. А у них что-то нет. У них about, он в низах, которые не хотят и не могут. Да, и ты до этого about, чтобы дойти, это надо прям вот, я не знаю, что сделать. Надо прям хотеть. А, ну вот да. И дальше здесь можно им отправить даже. Типа, а вот протестируйте мое дерьмо. Или просто протестируйте вон его дерьмо. И так далее. То есть здесь, в принципе, дальше это как бы about, он еще и contact у них. Ну, интересное решение. Вот только так мне удалось, в принципе, понять, что они от нас хотят. И я понял, что это просто блог. Плюс видеоблог. Плюс небольшой премиум контент от них. И вот страница about надо было бы, конечно, наверх. Мне теперь интересно, какая главная-то у них платформа. То есть, по сути, YouTube у Utested.com. То есть, должна быть какая-то главная платформа, с которой вот все идет. Главная, я так понимаю, сайт, судя по количеству рекламы. Окей, ладно. Кроме этого, да, есть YouTube. Возможно, их приглашают куда-то еще просто там конференции какие-то там. Ну, скорее всего. Ивенты проводить. Давай посмотрим, сколько на Twitter и сколько на Facebook. Я посмотрю сам сейчас. Давай. И будем с этой темой заканчивать. На Twitter 57 тысяч читателей вообще не впечатляет. А на Facebook, или на Facebook, как правильно говорить, я не вижу, сколько количества людей. Мне из-за того, что я на них вообще не подписан. На Facebook, как обычно, да, там надо... Информация. Отметки нравятся. 8651... А, общее количество отметок дается 140 тысяч. Ну, нормально. Для Facebook это, я так понимаю, нормально. Хотя хрен его знает. Ну, допустим. Я не шарю. Ну, допустим, нормально. Давай посмотрим, сколько у WordPress. WordPress. Было 140, напоминаю. У WordPress... Ё-моё. Там лямами должно быть. Там миллион, да. Миллион 97 тысяч. То есть тоже не сильно много. А на YouTube 2 миллиона. Возможно, YouTube это их главная платформа. Как у нас. YouTube и сайт. Ну, у них и визуальный контент вот этот интересный самый. То есть для них статьи писать, там, ещё что-то, какие-то аудио, это всё не то. Вот визуальный контент. Но у них есть всё равно stories именно. То есть если я прям вниз это, то вот Адам Сэвич рассказывает... А, чёрт, всё равно видос прикреплён. Google Play Roundup. Не, мне кажется, там максимум, кто статьи пишет, это лего, пацаны. Потому что вот этим пацанам они уже настолько медийные. Тут на самом деле авторы никто из этих четырёх. Тут просто уже контент-менеджеры, так сказать. Понятно. И здесь прям они реально про новинки в Андроиде последним пишут. И там, естественно, ноль комментариев. Вот такое. Нормасик. Ну, видимо, всё-таки тогда YouTube. Ну, окей. Я предлагаю перейти к нашему разделу WordPress, который сегодня почему-то появился. Да, вот есть что сказать нам про WordPress на этой неделе. Здесь всего две короткие новости. Во-первых, на WordPress.com, а я напомню вам, это серверлес решение WordPressное, которое вы можете использовать. И там появился импортер для медиумных постов. Вау. Оказывается, мы-то и с тобой, Никита, и не знали, в 2017-м в начале медиум... Обосрался. ...треть людей сократил. Да. Практически обосрался. И они остались без работы. И вот чуваков из WordPress.com это заставило задуматься, а вдруг вообще вся платформа на Е? В один... Единожды. Просто Е на время. Да, в один момент. И надо как-то дать чувакам какой-то оплот последний, куда они могут вообще загружать свои истории. В скобочках можно, короче, у них трафика своровать. Ну да, что тут греха-то таить. Короче, теперь вы можете с медиума экспортировать дерьмо. Я бы сказал, нажиться на чужом горе можно. Да, и можете удобно, псевдо-удобно на самом деле, потому что там надо зипник подсовывать. Но около 15 минут в среднем им продлится. Да вроде как несложно зипник подсунуть. Ну понятно, 15 минут ждать сложно. И что, вот эти все твои посты на медиуме превратятся в тыкву? Вордпресс-посты, да. Прям один в один туда вольются легко. С тайтлами совсем. С тегами даже. С тегами. По сути, да, форма медиума и медиумных постов, она же похожа очень сильно на вордпресс. Ну у любых блогов она похожа. Я бы не сказал, что идентично натуральному, но тем не менее. Окей, все. Все говорит само за себя на самом деле, потому что вот так вот. Ну здесь сразу идет аналитика, что медиум загибается. Мы верим, что медиум загибается. Я думаю, даже не стоит сейчас на этом заставить внимание. Если у нас будет, если нас попросят в комментариях сказать, чуваки, а что там вообще с медиумом? Мы можем. Да, мы найдем информационный повод какой-нибудь непосредственно. Что вообще? На данный момент не можем точнее сказать. И вторая новость, тоже Сара Гуденко, я написала на ВПТ Вороне, о том, что опросы-то показывают, что кастомайзером особо ни хрена никто не пользуется. Ну это лол. Да, а именно 53% респондентов ответили, что не использовали никогда. Это 27,5. И используют очень редко, это 25,5. Вот я, например, могу себе отнести к категории использовать, но очень редко. Ну, окей, это значит, ты когда-то что-нибудь просто для простоты, чтобы далеко не лезть, один раз тайтл поменял. Вот так, да? Ну вот типа того, да. Ладно. И здесь можете посмотреть более подробно. Есть люди, какие-то фрики, которые 2% каждый месяц используют. Есть 3,9%, которые используют еженедельно. Там, наверное, не фрики, там, наверное, какие-нибудь пожилого возраста люди, которые... Ну, им удобнее, реально, видимо, с кастомайзером. Вообще есть чуваки, которые каждый день используют. 11,8. Ну это наркоманы. Согласен, и таких надо принудительно вылечить в клинике святого какого-нибудь. Святого... А в Густина, я не знаю. Святого Мулинвега. И здесь, опять же, уточнение. Че вы не использовали в кастомайзере никогда? Is there anything in the кастомайзере you never use? Есть чуваки, которые святили everything, то есть нихрена не используют. Также есть чуваки, которые no, используют все. Причем их процент меньше, чем в предыдущем посте, что часто... Хотя нет, такой же, как often. Да тупо это, ну ладно. Че они там вот все используют? Ну ладно. Ну вот да. И че они не используют никогда? Меню. Есть 4%, а в втором месте виджеты. Ну... Ну если не считать, что все они используют, то вот меню и виджеты самое бесполезное дерьмо. То есть все-таки заголовки все меняют. Логично. Просто меню и виджеты я отлично привык из админки менять. Конечно. Что они теперь есть и в кастомайзере, ну блин. Ну конечно. Только если вы их уберете из админки, я буду, может быть, делать их в кастомайзере. И то я поставлю плагин, который... Как там он назывался-то? Сакк. Или как-то... И это миниатюра, и это типа там супер-убер-кастомайзер-делит. Вот типа того. Я не помню точно какой, но там... Там смешно было. Все, вот так WordPress у нас подвелся. Подвелся к научпопу. Угу. Научпоп, взлетаем сразу на ракете. Почему NASA важна? У меня написано в слайке. Новость на самом деле не такая уж и какая-то, знаешь, необычная для научпопа. Обычно, когда мы говорим слово NASA, мы подразумеваем, что сейчас будет зубодоробуха. А здесь в чем важность открытия NASA звездной системы Trappist-1? И про Trappist-1 мы где-то говорили недавно, или в прошлом, или в позапрошлом подкасте, про ту самую звездную систему, которую... Да, это в позапрошлом. Которую недавно огласили, недавно прям вот все ждали, что же там такое. Там звездная система, то есть вот Trappist-1 это звезда, так скажем, вокруг которой есть... Так же, как и вокруг Солнца крутятся по орбите, там, по определенной своей хреновине. Несколько планет, которые все еще никак не называются. Они называются очень скучно, типа Trappist-1A, Trappist-1B, Trappist-1C и так далее. Вот. До нее 40 световых лет. Это все еще далеко для нас. Мы все еще не можем до нее долететь нормально. По слухам, там может быть жизнь, но это настолько может быть, что, по слухам, даже, может быть, там есть углерод, и, может быть, на какой-то из них есть вода в том состоянии, в котором мы привыкли ее видеть. В водном. То есть в жидком, да. Вот. Очень все это так прям вот... Многие люди, понимаешь, многие люди, какие-нибудь чуваки, которым делать нехрен в Америке, например, они такие думают, блин, блин, че там Trappist-1 откроют, и че мы полетим, все. Че, кого? Space X жив, Илон Маск, уху! Там люди, мы с другими познакомимся, мы будем с трехмногими людьми жить там, говно. С трехсисями. С трехсисями. Вот. На самом деле ничего такого не произошло, особо открытие, особо заявление от НАСА было не такое уж и громадное. Вот. Для чего же, на самом деле, почему, в чем же важность тогда вообще вот этого все? Может быть, можно было и не говорить про это дерьмо, на самом деле? А я сейчас скажу почему. А я сейчас скажу. Сейчас еще бы найти, откуда это начинается, потому что хрен вспомнишь так-то, хрен вспомнишь. Главное, главные плюсы, главные плюсы. Здесь есть, кстати, таблица планет, какие там, как масса, сколько они, че там, радиус у них, можно посмотреть, че больше, че меньше, какая из планет. Ммм. Карлик ему еще стал. А, так вот, почему это так важно? После того, как НАСА объявило о проведении внеочередной пресс-конференции, в сети появились множество слухов, включая предположения о обнаружении жизни. Вот. На самом деле, открытие это, оно исключительно важное, конечно. Дело в том, что система TRAPPIST-1 идеально подходит для изучения происхождения и эволюции землеподобных планет. То есть, мы просто на этом примере можем понять, а как вообще эти шарики скатываются? И, на самом деле, из-за ребра или Адама мы, или нет? Наблюдение за этими экзопланетами поможет выяснить, почему Земля, Марс и Венера начали развиваться в равных условиях, а затем резко стали отличаться друг от друга. Там также набор планет, которые есть в этой системе, и по ним также можно определять что-либо. То есть, вести исследование научное. Ну, тут, кстати говоря, есть... А что НАСА-то не изучать, наши планеты? Они поближе подебут? А, типа, они... Те еще в зародыше. А, понятно. Наши уже все развились, типа. Вот. А там, может быть, какая-то сейчас быстренько A, B или C, например, сейчас хренанет и землей станет. Блин. Ну, там 40 световых лет, насколько я помню. И там Никитосик и Санька такие же будут записывать подкаст. Что делать будем? Как конкурировать со всем миром, со всей вселенной? Попробуем что-нибудь противопоставить. Здесь есть очень умная формула Дрейка. Кто знает, в Uncharted есть такой чувак Нейтан Дрейк. Это главный герой Uncharted всей. Вот это не того формула Дрейка, на самом деле, другого чувака. Нет, кто знает, Дрейками называют молодых драконов. Ну, это дракончики, да. Вот. Есть такой хип-хоп-исполнитель Дрейк. Канадский. Уточним. На Apple у конференции выступал давеча. И вот эта формула все не их. Это другого чувака, ученого нормального, умного. Да. Это формула Дрейка, где Н находится. Н, как количество разумных цивилизаций, готовых вступить в контакт. И нам, то есть, что всего интереснее-то для людей и вообще бомба самая. Это чуваки, вот эти люди, ну, в смысле, не люди, а пришельцы, которые хотят вступить в контакт, скажем. Иноземные миры какие-то вообще, досвидос. Вот это мы вычисляем с помощью Н. Н равно, в правой части уравнения просто все умножено, то есть, произведение всех переменных, таких как количество звезд, образующихся в год в нашей галактике, доля звезд, обладающих планетами, среднее количество планет и спутников. Такое количество переменных, прям вот страшно, что там получится. Короче, да, если все перемножить, получится вот та самая формула. То есть, нас этот TRAPPIST-1, он немножко приближает к тому, что мы вот раскрыли какое-то количество для себя планет в одной системе. И можем все это еще добавить в формулу. Короче говоря, на самом деле, как обычно, в чем важность открытия? Важность есть. Важность, она в основном для ученых-чуваков, которые... Для них, скорее всего, там каждое новое событие с TRAPPIST-1, это какое-то небольшое открытие. Возможно, люди быстренько сейчас защищают аспиранские и магистрские и всякие диссертации по Бырику, кто там успел, космические. Вот. Но для обычных чуваков особо плиты не сдвинулись никакие. Поэтому идем дальше. Следующая новость. Производители лампочек, сын. Да, тут уже такая полумоя тема. Кстати, про плиты я вернусь чуть-чуть назад. У нас недалеко от моего дома, на перекрестке Комсомольского и 40 лет Победы, там настолько сильно 40 лет Победы на Комсомольского, прям как ступенька уже. Я каждый раз шучу, когда там проезжаешь, что это тектонические плиты уже расходятся и досвидос. Вот примерно как у TRAPPIST-а. Окей. Просто новость, которая, наверное, год уже больше, чем год. Как производители светодиодных ламп обманывают покупателей? Но мы хотели, чтобы вы это знали. Ну да, просто здесь, так сказать, практически зашел вопрос по поводу того, какие лампы покупать. Я когда-то давно, возможно, как раз год назад в личном подкасте, в беседах на диване об этом говорил, о том, что я лампочки там покупаю. Мне там советовали газоразрядный досвидос на 5000 люминов, который стоит там по 1500, по 5000 даже, по-моему, тысяч. И типа они там ползавода, на самом деле, могут осветить, но какой-то чувак их прям к себе в квартиру поставил. И нормальное ему было. Ну ему было нормально, я не знаю, какие он там причины через жопер рассматривает. Ну, видимо, есть какие. Вот, а здесь такая очень практическая статья, прикольная, я прочитал ее, но я тебя буду иногда призывать, даже, возможно, часто, просто к тому, чтобы ты комментировал это дерьмо. Давай, давай. Короче, чувак, расточнение чувак, а здесь именно на блоге Lamp Test. Вообще, блог Lamp Test об его, об его, об их блоге на GeekTimes'е ходит легенда уже. То есть они прям, у них кроме этого есть LampTest.ru, на котором тупо таблицы всех лампочек, всех моделей. И там можно прям смотреть, насколько они врут, не врут. Короче, ламповые задроты. Они прям вообще, да. Теплые ламповые задроты. И они говорят, вот с тем количеством вот лампочек новых, которые появились, и вот с этими вот всеми новыми вашими технологиями сбережения, энергосбережения, началось маркетинговый обман. Вот прям вот непосредственно обман покупателей и прессовывание им других лампочек. Ну-ка, ну-ка. И под видом других лампочек, опять же. То есть писать на этикетке одно, как мы знаем, а лампочка выдает совсем другое. И здесь сразу они с места в карьер, как мы любим, на сухач. И вот, например, две лампы экономка. Фирма экономка LED. Диодные две лампочки. Одна такая типа свечка, одна вторая типа шаричек. И на них написано, одна типа 5 ватт тащит, вторая тоже 5 ватт, они оба по 5 ватт. Это все равно, что 60 ватт, если бы была обычная лампочка накаливания. Вот. На них это написано. Сзади перевернем. Написано на одной 340 люменов на свечке. А, ну, опять же, по 340 обе тащат. Я вот не понимаю, почему все еще вот этот архаизм используется, а именно аналогии вот в сколько вот как в лампах накаливает. Ну, это, опять же, маркетинговый ход, чтобы люди, которые не понимают нихрена, просто понимали на сколько там взять. Да, согласен, но... Когда ты первый раз, как новичок, новенький, меняешь лампочку, ты хочешь знать сколько... Короче, вот лично мне уже, как не новичку, световой поток более понятен, на самом деле. Ну, собственно, про него тут тоже и говорят. Да, вот одинаковый световой поток, одинаковые ваты, по сути. Как только они начали проверять, тестировать, они, напоминаю, ламп-тест, могут себе позволить, вот эти Visos Systems, они тестируют и понимают, что, кстати говоря, 340 люминов, которые написаны на пачке, это эквивалент не 60 ваттам, вот, лампе накаливания, а 40 всего, как минимум. Они сразу говорят, вот, по числу. Это уже прям первый обман. Прям первый обман. Потом тестят, и у них выдает не 340 люминов, на одной 283, на другой 231, и ватов выдает там... Да, по 5 не выдает, выдает 4 и 3,9, соответственно. Не выдает, точнее, а сжирает, но неважно. Да, еще один, это как минимум уже... Хорошо, хоть цветовая температура около 3000 кельвинов, хотя бы тут не обманули. Ну, кстати, да, это было бы смешно, если бы они еще и цвет попутали, попукали. Продолжаем дальше, уже обман. Следующие, Cosmos, берут. Космос, опять же, диодные лампочки, теплого света. Написано одно, можно просто сказать, что написано одно, написаны одни ваты и люмены, а получается совсем другое при тесте. То есть, мы здесь... Да, в среднем просадка чуть ли не на треть. И это уже непозволительное дерьмо, на самом деле. Непозволительное. И также лампочка Start, которую они рассматривают дальше, тоже написано одно, а выдает она вот гораздо ниже, чем... Start у меня были еще от бабушки, здесь доставались такие диодные. Но я их уже все заменил. К сожалению, в России никак не контролируется. Причем, а Start, на самом деле, извини, перебиваю, оно вообще не энергоэффективно. То есть, оно жрет 5,6 ватт, выдает всего 332 люмина. А от Cosmos жрал 5 ватт, то есть даже меньше, а выдавал 432 люмина даже больше. То есть, Start прям вообще непродуктивное дерьмо. Ну вот. Из-за чего это происходит? Все еще в России никак не контролируются светодиодные лампы, поступающие в продажу. Есть как бы ГОСТ, который вот заведен. Вот. Но на ГОСТ многие плюют, написано. Почему-то. Рыного знает. И вранье с мощностью и яркостью это еще не все. В продаже можно встретить большое количество ламп с сильной видимой пульсацией света. То есть, реально глазу неприятно смотреть на это дерьмо. А также лампы с низким индексом цветопередачи, CRI. CRI, приводящими к тому, что цвет предметов, освещаемых такими лампами, выглядит неестественно. Возможно, жопы, жопы на прыщах, прыщи на жопах выглядят хреново. Серые. Здесь, да, дальше следующее предложение. Это прям вот самое главное, что из этого стоит извлечь. Это не реклама, конечно же. Не реклама. Мне известно только 5 брендов. То есть, чуваку, который с ламп-теста, который никогда не врут с мощностью и световым потоком. И все они не российские. Привет, первая тема про Esquire, вторая. Это Ikea, Osram, Philips, Thompson и Dial. Вот я Dial-овский последний раз брал как раз в Кастераме. Раз это собственный бренд их магазинов. Вот. А многие-то ворут. Такие, как Navigator, NanoSvet, Lisma, Gauss, X-Flash. Ну как, в основном все нормально, но некоторые модели прям светят слабее, чем обещано. И вы подумаете, что это просто как бы надо, как бы, не знаю, покупать Ikea. Но нет. Чем объяснить это дерьмо? Почему NanoSvet и Navigator сосут? Потому что лампы они заказывают в Китае. А китайские производители сначала подставляют лампы, соответствующие предсерийным образцам. А потом начинают экономить и обманывают своих партнеров и нас, потребителей. Оборудование для тестирования ламп стоит дорого. Тесты в лабораториях тоже недешевые. Вот и выходит, что иногда производители узнают о том, сколько на самом деле света дают их лампы от меня. То есть от лэмп-тестычей. Вот такая веселая, грустная, не знаю, поучительная, возможно, история, что, господа, надо проверять, брать проверенные марки ламп. Если вам интересно, пишите вообще в комментариях по поводу лампочек. Мы можем вам еще рассказать про нитиевые светодиодные лампы. Лучше они или хуже, чем обычные светодиодные? И вообще, вот про эту тему поговорить, она достаточно прикладная. Да. А теперь закрывающая тема, закрывающая научпоп. Это у нас, кстати, научпоп. Ну, кстати, да, тут про космос-то будет. Космос, которого нет. Футуристическая архитектура позднего СССР. Статья на интересном каком-то birdinflight.com. А, депозит фотос. Тут уже как-то прямо... То есть это именно фотографический ресурс и, видимо, блог на фотографическом ресурсе Стокова. Да, так как про фотографическое, то, соответственно, и фотограф будет нам говорить и пишет статью... Точнее, статья о фотографии. О Фредерике Шобене. И его фотокнике, которую он сдал со снимками футуристических зданий позднего СССР. Я для себя напомнил тот самый композитор знаменитый. Его тоже Фредерик зовут. Фредерик Шопен. А этот Шобен. Ну, почти. Француз. И он... Тот-то немец, да, был? Охренел. Шопен. Ну, я сейчас... Сложно, да. Главный редактор журнала Citizen K. Это мы уже про нашего, про Шобена. В 2011-м его книга СССР, а позже, вы узнаете, она называется на самом деле CCCP. Да-да, я тоже читал. Была названа лучшим изданием по архитектуре на Международном фестивале художественной книги и кино в Перпиньяне. Кстати, ты, кстати, слышал, что модный приговор на Первом канале. Так, уже интересно. Его больше не ведет этот Васильев. Как? Изначально его Зайцев вел. Да. Потом они пополам, когда у Зайцева инсульт случился. Потом Васильев. Потом только Васильев. А сейчас этот, блин, Федор, и, может быть, не Федор, но не Бондарчук, конечно. Короче, новый чувак, и он художник. И он суперстилист-художник. Сейчас загугли, как его зовут. Я просто, вот, я сейчас просто быстро расскажу. И он художник, и он нихрена практически, я так понимаю, не шарит. То есть он в моде-то, наверное, понимает, но не так, как Васильев, твою мать. Это не полностью его дерьмо. Но он суперхудожник, один из самых известных художников в России. Не такой, как этот... Всех забыл, короче, насрать. В общем, такая вот история вам. А мы здесь про фотографа конкретно. Фотограф и архитектура, это, в принципе, вещи немного связанные, потому что... Причем это прям свежак, на самом деле. Ну, я базарю, нет, я вам стою. Он этот Андрей Бартенев отвел только с 1 по 13 марта, а с 14 марта уже опять Васильев. А, ну все, значит, это каникулы у Васильева были. Да, видимо, он что-то просто отдыхнал, отдыхнал именно. Причем этот Артем Бартенев, Бартенев, простите. Он из Норильска, то есть он с севера. Никель. Да. Российский художник, скульптор, экспериментатор, создатель многих провокационных, интерактивных инсталляций и перформансов. Перформансов, ну как обычно. Один из самых востребованных в мире современных российских художников. То есть он досвидос кто? Я охренел. Ну и это, короче, все не об этом. Мы про Фредерика Шопена, простите, который действительно, действительно, книга интересная. И она называется CCCP только потому, что это переделка. Конечно, он старался как бы немножко поиграть с названием и просто назвать не просто СССР, а чтобы это было понятно и зарубежным коллегам, он назвал это Cosmic Communist... Понял, я видел такого. Cosmic Communist Constructions Photographed. Вот так вот. То есть сфотографированные конструкции, которые были посвящены космосу при коммунизме. Отличный перевод. Прямо вот 5 из 5. Вот, 10 из 10. И, короче говоря, тут я буду немножко подзачитывать, потому что в предисловии книги Шобен отмечает, что хотел показать неожиданный всплеск воображения и фантазии в советской архитектуре 70-х-90-х. Но, в отличие от 20-х и 50-х в этом периоде, нельзя выделить единую школу или основной подход. Иными словами, кто что, гораздо был. Да, была хаотичная такая архитектура разных школ. По мнению Шобена, эти здания отображают хаотичный импульс, вызванный распадом системы с 70-х по 90-х. Их разнообразие ознаменовало конец Советского Союза. И, короче говоря, что здесь говорят-то? Ну, сразу. В СССР попали и смелые проекты конструктивистов. Например, санаторий «Дружба» в Ялте. И экспрессионизм дворец брекосочетания в Тбилиси. Архитектуру последних лет СССР Шобен называет «говорящий». Крематорий, объятый бетонным пламенем. Киев. Институт информации с летающей тарелкой на крыше. Киев. Дом Советов, который надзирает за тобой. Как большой брат Калининград. Извините, это просто случайно в рифму. Такая неоднородность проектов говорит о разнообразии ценностей того периода. От одержимости космосом до возрождения национальной идентичности. И здесь, короче, вы видите на фотографии сразу. Санаторий «Дружба» в Ялте, Украина. В 2006 году. И здесь действительно охренеть что построено. Здесь действительно еще Украина, во-первых. Да. Во-вторых, тут люди. И люди как будто это 60-е, 70-е. Ну, оно выглядит, да. Как-то круто обработано. Олдскульно выглядит. И здесь такое, ну, действительно, Ялта. Видно, что вот рвануть в Ялту хочется сразу. Идем дальше, идем дальше. Да крутое здание. Как вообще оно там держится? Ну, блин, мое почтение. Очень круто выглядит. Я вживую не видел. Да, да. Интересно, что там сейчас в гостинице? А, ну, санаторий. Санаторий. Я думал, он сейчас суперэлитный санаторий. Причем дальше вы увидите тоже, вот, именно в таком стиле архитектуру, причудливые формы, очень, так скажем, много деталей. Очень много вот каких-то, то есть не монолитное здание, как мы привыкли видеть, а именно вот много частей, как ты любишь. Чтобы прям вот структура была такая, как надо, кластерная. Этот проект стал возможен благодаря случаю, рассказывает Шобен в статье на The Architectural Review. Он начался с книги, купленной на влашином рынке в Тбилиси. Он просто гулял, походу, в 2003 году по Тбилиси. Купил книгу, под запыленной безликой обложкой нашел 200 страниц текста кириллицы, описывающих 70 лет советской архитектуры в Грузии. Среди приведенных зданий были два, на которые я обратил внимание. Я понял, что они в Тбилиси сфотографировали их. Эти снимки стали началом новой книги. И вот тут дальше есть две фотографии. Отель в Домбайе на Кавказе, 2009 год. И дача Андропова в Пярну, Эстония, 2015 год. Ну, кстати говоря, дача Андропова, она страшно выглядит. Хотел бы ты вот именно во вход зайти туда? Оттуда только если Ламборгини выезжать должно. Это жутко, на самом деле. Просто. Знаешь, что мне напоминает? Ммм. Вот есть такая игра. Рыцарь Старой Республики. Звездные войны. Так. Очень старая РПГ. Вторая именно, от Обсидиана. Который 2. Да. Там был на Донтуине заброшенный анклав джедаев. Угу. И вот там в него примерно такой же вход. Только там не из дерева, это было из камня все-таки. И там именно уже духи, призраки, всякие твари, которые силой питаются. Уже именно такие животные. И всякие расхитители гробниц и так далее. Но это реально страшное дерьмо. Знаешь, почему еще? Потому что мы не видим привычных окон. Чувак жил, твою мать, на даче, посреди леса, без окон, в замурованной хреновине. Нахрена? И он спасался там или что? Я не понимаю. Это просто страшно. Прям вот замедленно он там жил, так сказать, размеренно. А отель в Донбай, опять же, кластерная структура. Здесь вот, посмотри, много, я так понимаю, балконов. И они очень так оригинально сделаны. По-своему оригинально. Идем дальше. Идем дальше. Уже под конец работы над книгой я обнаружил архивы, пишет нам Шобен. В частности, авторитетное советское издание архитектуры СССР, которое позволило мне быть более последовательным в поисках. Он обнаружил здания, о которых говорили, что они уже уничтожены. Фотографировал здания, которые были потом разрушены. Иногда добирался слишком поздно. Но где бы я ни оказался, мой интерес везде воспринимали как нечто странное. У людей, живших рядом с этими добами, еще было сильное похмелье от советского периода. И здесь мы видим фотографию издалека. Дача Президиума Верховного Совета СССР на озере Сивана, Армения, 2007 год. И здесь реально хочется тарелку НЛО посадить рядом. Просто какой-то... Хочется еще с квадрокоптера это снять, потом видос смонтировать и нормально будет. До свидос. Ответом на распад СССР стала амнезия. Амнезия. Отсюда странное состояние чистилища, в котором оказались эти дома. Они были вне времени. Эта пустота дала мне понять, что история сама себя не пишет. Мы должны ее придумывать. Сегодня же все... Сегодня все же есть признаки реабилитации. В Эстонии и Литве, например, новое поколение призывает... Призывает включить эти здания в список памятников архитектуры. И здесь есть, кстати говоря, московское здание. Не думайте, московское здание в современной России, я так понимаю, можно ее увидеть. 2009 год, Академия наук. Мне очень нравится. Во-первых, наш драмтеатр напоминает. Во-вторых, тот же Анклав джедаев на Донтуине. Здесь вот прям реально можно внутрь зайти. Мне нравится, что изнутри можно посмотреть типа здание. Это прикольно. Не когда ты просто снаружи ходишь. А когда у тебя вот есть какой-то... Ты как бы не в само здание входишь, но в его дворик. Да, это круто. Видишь внутреннюю архитектуру. Там, опять же, можно запарковать в Ламборгини. Это только Ламборгини. Дальше прям цитаты. Прям цутатась. Отвергая идеологические предпосылки, молодое поколение понимает, что лучше сохранить неоднозначное наследие, чем оказаться перед исторической пустотой. Вот за это поддерживаю. Это молодцы. И здесь есть несколько фотографий, собственно, слева направо. Крематорий и парк памяти в Киеве в 2004 год. Институт робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге посередине. И арка дружбы народов в Киеве в 2010 год. Здесь, опять же, каждое здание, оно футуристическое. Вот здесь нет именно зданий, вот кроме дачи Андропова, хотя хреново тоже можно поспорить, они все такие футуристические здания. То есть, такие прям, как будто жили... Как будто уже трудно быть богом или обитаемый остров. Уже вот, как бы, бластеры, но все еще там киберпанк. Не киберпанк, а стимпанк. Ну вот, допустим, Вильнюс, Литва, 2010 год, дворец бракосочетания. Просто ЗАГС, твою мать. Вот так вот выглядит. Прикольно, прикольно. Хотя он как-то заброшенно так стоит, как будто, опять же, как дача Андропова, но тем не менее. Прикольный кинотеатр Россия в Ереване, если здесь увидеть вот этот купол, вот эти вот две части. На наш дворец спорта похож. Да, две части. Прям охренеть, как очень эпично выглядит. Здесь есть вот несколько фотографий, которые можно вправо-влево нажимать, переключать. Российское посольство на Кубе выглядит устрашающе, если честно. Прям Сити-17 полный. Да, ну вот просто посмотрите, я сейчас для себя пролистаю, может быть, что-то для меня еще такое выделить. Ну ладно, пойдем дальше. Идем, есть фотография, опять же, бракосочетания в Тбилиси, дворец ЗАГС в Тбилиси-Грузии. Е-мое, тут просто олимпийские объекты какие-то уже из Сочи. Да, да. Дача Брежнева, естественно, с охраненными бассейнами в Литве 2004 года. Еще один дворец бракосочетания. Я так понимаю, ЗАГСы, дворцы бракосочетания конкретно, конечно, нельзя так просто ЗАГСом назвать. Это именно очень торжественно. Это надо назвать Бакы Торго Су, как там прямо написано на английском. Да, да, да. Они как-то строились прям по-новому. Дом Советов в Калининграде 2005 года. Ну он прям страшно выглядит, конечно, Дом Советов. Маленькие бойницы. Я просто могу тебе про Дом Советов рассказать. Я же был в Калининграде не дали, чем год назад. Во-первых, он уже синий какой-то. Во-вторых, его... В смысле, от времени, а не от чего-то, да, я так понимаю? Охрен его знает. Тут какой-то он желтый, а так-то он синий. Окей. Может быть, от времени, может быть, здесь так сняли. Но суть-то в том, что он... Его как построили, он так ни разу не вводился в эксплуатацию, потому что там были суды по поводу того, кто хозяин и так далее. И у него на фундаменте, чтобы ты понимал, вот окна видишь, где начинаются. А вот до окон это все типа фундамент. И это фундамент старого замка Кёнигсберг, который разбомбили в войну. А-а-а. То есть Дом Светов стоит на костях практически замка. Ну, я так понимаю. И в нем так никто и не был, и не работал ни разу. И вот сейчас в 2018-м будет чемпионат мира в Калининграде, в том числе есть. Он принимает матчи какие-то. Его просто баннерами хотели завешать, чтобы не пугать людей и так далее. Потому что уже отреставрировать и доделывать его не успели. Уже как бы в 2016-м договорились вроде кто хозяин, но поняли, что за два года они уже ничего не успеют сделать и до свидос. Он, наверное, тоже понял, что проще новый построить, чем в этом сейчас что-то мутить. Кто он? Ну, в смысле, чувак, который главный, которому отдали. Ну ладно, давай твой будет. Он такой, да нахрена лучше новое какое-нибудь здание построить, чем я сейчас буду ремонтировать эту хреновую старую. На самом деле я бы и отремонтировал. Выглядит настолько монументально и круто. Да, но это финансовые вложения. Ну, блин, это история. Базара нет, базара нет. Идем дальше. Министерство автомобильных дорог грузинской SSR, Тбилиси, 2003 год. Тоже просто охрененно выглядит. Там такие переходы. Тут, по-моему, половина окон выпала. Или они просто там открыты. Или как-то они бликуют. Ну, да, то есть я бы по этим переходикам просто походил по прикольчику. Я бы, если честно, хотел посмотреть. Да, во-первых, переходики. А во-вторых, подпись бы еще ныне не функционирует. Или там ныне находится здание музея. Хочется понимать, что сейчас происходит. Потому что он-то объездил весь мир. А мы-то, как бы мы можем, наверное, сейчас это тоже загуглить. Но тем не менее. Политехнический институт в Минске, Беларусь, 2004 год. И посмотри, как он выглядит. Это, блин, на что это похоже? На корабль? Американские горки какие-то. Ну да, во-первых, корабль. А во-вторых, трамплин, с которого, знаешь, прыжки на лыжах. Когда ты сначала съезжаешь, потом практически параллельно лыжам вот так летишь и приземляешься. Да, да, это прям тоже прикольно. Выглядит такое, как бы, узкое здание, но длинное, в общем. Ну-ка, давай посмотрим Медакадемия Челябинск. Похоже очень выглядит на это. Давай я прям загуглю. Да, собственно, у нас все... Ты можешь перевеситься ко мне. Все фотографии, да, в статье закончились. Вы просто посмотрите, кому интересно. Да, есть, есть что-то, да. Вот в этом стиле. Скорее всего, оно и тогда и построено, например. У нас даже на Deposit Photos есть эти стоковые изображения Медицинской Академии в Челябинске. Кто-то это решил продать. Ну вот, тем не менее. Короче говоря, такая тема. Она, как обычно, мы любим про архитектуру здесь затронуть немножко. Это, в принципе, относится к нашему первому блоку про дизайн. Это все дизайн. Мы же здесь прям вот не можем это из себя вырвать. Мы архитектурочи. Ну, кстати, да. У нас каждый раз мы, причем с придыханием, рассказываем про это дерьмо. Прям я даже проснулся сейчас. Вот так. От такой темы. Я как бы... Что там было предпоследнее? Да, там что-то было... Я сам уже не помню. А, про лампочки. Вот. Я там как бы уже... А вот тут на архитектуре я прямо аж проснулся. Поперло, да. Вот, господа. Переходим к нашей классической, заключительной части рассмотрения обойки. Я сейчас ее открою для себя. Сегодня здесь тоже про архитектуру опять. Да, кстати, у нас здесь про архитектуру. Блин, но я здесь вижу... Я не буду говорить, где здесь наш подкаст. Как не будешь? В этом же весь смысл. Ну ладно, хорошо. Я сразу скажу. Окей, что я вижу для тех, кто слушает? Я вижу здесь, как будто мы находимся внутри какого-то замка или даже монастыря какого-то. Ну, храма скорее, да. Средневековый храм, скорее всего. Видно, что это очень старая все кладка, будем говорить. Так. И даже это видно по ветрожам вот этим. Я знаю, что кладки ты сразу видишь. Конечно, да. По ветрожам вот этим. Кстати говоря, здесь, ну, такое несоответствие. Хотя, в принципе, и соответствие. То, что здесь велосипед достаточно новомодный. Но он как бы по сравнению с этим замком, естественно, не жил ни хрена. Этот велосипед. Ему там два года от силы. А этому замку там двести два года. Или там, возможно, пятьсот два года. Возможно, пятьсот, да. Или там больше. Да, вот. Поэтому наш подкаст, это, скорее всего, сам вот этот замок или храм. Согласен, согласен, да. А сюда один какой-то подписчик. А нельзя. Да, да, он со своими велосипедами. Кто-то с костылями, возможно, пришел. Возможно. И причем все понимают, даже никто, мы не говорим об этом. Но все понимают, что нельзя, нельзя на велосипеде. Ты только вот припаркуй, а дальше пешочком, пешочком дойди. В нашем храме архитектуры. В храме науки вот в этом. Да, получи знания, а потом сядь обратно и уже веселый уедь к своей барышне. Дамик своей, которую кавалеры приглашают. Да. Вот, что я вижу. Мы прям с тобой единогласно. Что касается архитектуры, мы с тобой... Мы, да, мы с тобой прям вот... Финальную нашу вердикт. Круто. Классическое. Ну что там, подкисывайтесь. Да, подкисывайтесь на нас во всех соцсетях. Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл. В Плюсе. На iTunes ставьте нам звездочки, пишите отзывы. Пожалуйста. Я прям настоятельно прошу, все, кто в iTunes еще как-то зарегистрирован и нам ничего не ставили, поставьте, пожалуйста. Да, согласен. А то у нас там немножко пылью покрывается, а мы выкладываем. Мы выкладываем прям. Я иногда, конечно, фейлю. Выкладываю старый выпуск, но я потом исправляюсь и переделаю. То есть с нашей стороны пули вылетели. Давайте вы тоже что-нибудь там... В груди их примите хотя бы, да. На YouTube тоже ставьте пальцы вверх или пальцы вниз, это тоже нас поднимает в ранжировании. Пишите комментарии, нам всегда интересно послушать ваши предложения. Ну и смотрите у нас на сайте, что кого там, стикеры. Вот это все повторяться не буду. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Увидимся через неделю. Пока. Пока.